Я как обычно захожу в любимый магазин Но лишь один нюанс я СБП установил Привет мир, привет мир, привет мир, привет мир Смотрю на сыр, сыр тоже смотрит на меня В одно касание беру, запасом я И супер кэшбэк десятка будет у меня Хе-хе-хе-хей, через СБП Хе-хе-хе-хей, через СБП Кэшбэк 10% при оплате в продуктовых магазинах В одно касание через СБП Ребята, у нас тут съемки нового сезона, в самом разгаре Вы где там? Азамат, боюсь я не смогу приехать Почему? Я случайно запутался в своих проводных наушниках Хе-хе-хе-хе, ну пускай приедет твой напарник, я не знаю Хе-хе-хе Я постараюсь, думаю вывихнуть сустав Так будет легче вынуть руку Эх, ребят Вот этого всего никогда бы не случилось, если бы вы приобрели беспроводные наушники Кома А что это? Товары Кома не требуют особых знаний для их эффективного использования Они обладают понятным и знакомым функционалом Плюс они обладают высоким качеством за приемлемую цену Так же все товары, включая наушники, чехлы и зарядки кабеля, проходят тестирование и контроль качества перед продажей обладают гарантией от производителя А мы с ними так же не запутаемся? Товары Кома не требуют особых знаний для их эффективного использования Обладают понятным и знакомым функционалом Плюс они обладают высоким качеством за приемлемую цену Я и вам приобрел Еще и несколько аксессуаров подкинул Посмотрите вам в столе Ого! И цвета с дизайном очень приятные Ну так Кома, красота простых вещей А вот и я, Азамат Масагалиев А это большое шоу Шоу, в котором 10 участников борются за большой денежный приз Тот, кто засмеется, побывает из игры навсегда Тот, кто останется последним, забирает все Большой приз, большие эмоции, большое шоу Мы начинаем Всем привет, друзья Это большое шоу Новый сезон По-прежнему я с вами Ведущий этого Этой хитяры Человек, умеющий идеально разбивать яички Константин Ивлев Зовут меня Ивлев Константин Я шеф всей Руси Занимаюсь чем-то приятным, большим, а самое главное вкусным Константин Ивлев Не путайте с охранниками Тимати Пришел я в шоу для того, чтобы, конечно, выиграть денег Кто откажется от этого Во-вторых, чтобы повидать прекрасных людей А в-третьих, понять, что за шоу-то хоть Да, это я Константин Да Здесь вам придется прожить некоторое время С удовольствием Позже я расскажу вам правила Пока занимаете самую удобную позицию Да Следующий участник С детства он переодевался в мамину одежду Но решил делать это профессионально Пародия на Ивана Абрамова Сатир Привет, меня зовут Илья Шабельников Более известен как Сатир Я актер, комик, пародист И я не смеялся уже шесть дней Вообще Потому что я заебался проигрывать в разных шоу большие деньги Я слышал шутку про Абрамова, мне не понравилось Не понравилось? Здорово Здоров Абрамову респект, конечно, но не сегодня Добро пожаловать в большое шоу, Сатир Спасибо, не сработает ничего Я победитель уже Илья у нас представитель пародийного жанра Представитель интернета Сегодня наверняка будет что-то из его заготовочек Встречайте, ребят, следующего участника Самый плохой компанейский из плохой компании Мишка Стогниенко Меня зовут Михаил Стогниенко Я артист юмористического жанра Снимаюсь в юмористических передачах Здорово Здорово Мишечка Стогниенко Мишанин, привет Это точно ты? Привет, Азамат Это я Чтобы меня рассмешить, нужно что-то экстраординарное сделать Например, снять на видео, как ты пердишь А так, чтобы один на один меня рассмешить очень сложно Давайте подселим к вам девочку Заядлая натальная кортежница Олеся Иванченко Здравствуйте, меня зовут Олеся Я смотрела большое шоу Мне запомнились яйца Игоря Джабраилова Здравствуйте Здравствуйте, Олеся Здравствуйте Привет Здравствуйте Олеся, ты боишься тараканов? Нет Садись тогда ко мне Да Ты что такая напряженная? Не знаю Не знакомая, не сильно знакомая Тебя, Миша, знаю Константина не знаю Константин Олеся Очень приятно Взаимно Я пока вообще не понимаю, что будет У меня страшно, у меня уши горят У меня грудь горит Ой, надо поесть Встречайте следующего участника Человек, который пьет молоко только из кувшинов Дима Журавлев Нормальный прикол Привет, меня зовут Дима Журавлев Я актер, комик, сценарист Я не понял Привет Здравствуйте Здравствуйте Привет Блин, про кувшины сложная шутка А я не поняла про кувшины Мишка Ну что, типа журавлев Типа журавль А я не поздоровывать с вами? Так Я бы так Привет Запоздала Мы делаем статное чувство Ну давай, с удовольствием Ну тут будут тупники, я уверен Со всех тупников, со всех ляпов Просто Олеся скажет О, мы в большущем шоу Она просто неправильно скажет И мне уже конец Можешь увеселиться? Идем дальше А что вы серьезные? Вы сейчас вообще похожи на девять негритят Ооо Такие все зашли Призер любительской лиги по кувыркам Алексей Шальнов Меня зовут Леша, моя фамилия Шальнов Я автор и актер комедийного и не только жанра Работаю в Камеди Клаб Просто человек Сука, мне уже смешно Тоже с прикола начал Типа вот себя сначала попробую Я не прочитал А зачем ты меня сразу в смех вводишь Привет, Олесь Я был здесь как выходящий персонаж Рот, блядь, закрой И мне дико понравилось чувство Смешить людей, которые не хотят смеяться Представитель такого очень-очень редкого Молодежного движения Называется молодежный рэп Марат Сквозь баб Меня зовут Марат Сквозь баб Я рэп-артист Пою песни, исполняю Веселю людей иногда Уху! Мне аплодируют Здравствуйте, граждане Повелитель Кисок Сказали в течение Здравствуйте Повелитель Кисок Это Пусси Султан А, Пусси Султан, да Но я все время путаю Последние три раза меня смешил пердеж Жалкий Средней жалости И... Уверенный тромбон Я не думаю, что у него есть большие шансы В этом шоу А что значит сквозь баб Если... Я расскажу Если вы не знаете Марата Но вы знаете точно наверняка его песни Я знаю Ну давай сейчас Ауф! Любимую А, это ты? Да, это он Ауф, это ты? Офигеть! С Маратом я не знаком Вот я сейчас... Ну вот сейчас я к нему подошел Перешел Говорю, Леша Он говорит, Марат Вот так вот Ну так типа без желания Но я хочу с ним подружиться там Хочу, чтобы он там улыбался Ауф! И тигры у ног моих сели... Все наши волки делают ауф? Не наши, а мои Так и его волки делают ауф Но мы же не веселимся У вас будет время еще Очень-очень много времени Будет пообщаться Познакомиться поближе А пока встречайте Лучшая подруга Оли Витциной И... Что с ним сделать? Светой Никулиной Катя Моргунова Меня зовут Катя Моргунова Я актриса И, ну, комик я так думаю Я же шучу У-у-у! Тоже смешная штука, кстати АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте Первый человек, которому поаплодировали Все очень разношерстные Я вообще считаю реалити Одним из самых сложных жанров На самом деле Лично мне, например Проще быть в каком-то образе Миша! Ребят Мы соседи Блядь, когда он улыбнется Хоть раз в жизни Коалиция однажды в России Да Мне кажется, их может это, кстати, и убить Они тоже могут какими-то внутриками стрелять Которые друг друга повыбивают Встречайте Самая грязная оторва из женского стендапа Надя Джабраилова Надя Джабраилова Стендап-комик Женский стендап Я вообще всего боюсь Что здесь будет происходить Я очень смешливая АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это, кстати, реально Оторва Это же та самая оторва Ну куда же мне сесть? Мы уже все места заняли Сюда сяду Садись А что-то мы все решили сразу кучковаться Я смотрю Константин Ивлев Мне кажется, я его не смогу рассмешить На уровне своего существования вообще Дорогие друзья Встречайте, пожалуйста Заслуженный артист Однажды в России Александр Паташинчук О-о-о-о! Нет! Только мы! Сразу! 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 Подготничайте! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово! Всем привет! Меня зовут Саша Паташинчук Я исполнитель юмористических И иногда неюмористических задач Саша, очень мощный кот Вот в своем сразу Здравствуйте! У тебя что-то с кожей А это вупсень или пупсень? Это расстроенный детский брат Это костюм долбоеба Послушайте, у вас были гусеницы в шоу? Нет Привет! Добрый вечер! Теперь будет Саша, привет! Вот где я его забыл Скотина Ты же понимаешь, что тебе будет жарко Да Да, это эксперимент Это был такой легкий сюрприз Для Кати и Миши Потому что они знают этот персонаж Это гусеница Егор Он был однажды в России Мы этот номер очень долго не могли снять Постоянно стопались Потому что в истерике Катя да и Саня сам бился Я подумала, что это сволочь какая-то просто Уважаемые друзья, я иду к вам Встречайте меня! У-у-у! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зачем я здесь? Я не думал, что сюда попаду, честно Мне вообще очень нравится проект Большой шоу Я смотрю с первого сезона Для меня самый лучший пока был Честно говоря, первый сезон Яйца Игоря Джабрылова Это произведение искусства Привет! Здравствуйте! И какой костюм! Вот это чемодан! Это будто из спортивной А я один обратил внимание на костюм? А ну-ка завери свой чемодан Слушайте, ребятки Безумно рад вас видеть всех Это комната, в которой вы проведете здесь Ну я не знаю, как сможете Наверняка худшую часть своей жизни Потому что очень сложно Очень сложно Самое главное правило Не засмеяться Не улыбнуться Улыбка тоже считается За улыбку За первую улыбку мы даем желтую карточку Мы это я называю я Себя О господи Две желтые карточки приравнятся Одной красной И человек покидает игру Как только вы услышите этот звук Игра приостанавливается В этот момент можно жить Можно обсуждать все Что произошло до этого звука Кто как сдержался Или кто кого что смешило Затем прихожу я Демонстрирую на этом экране Все что произошло Все что зафиксировало Наша нейросеть Потому что это смотрим Не мы это смотрят Ну то есть Любое движение губ Она может считать как за улыбку Я прихожу сюда Мы это с вами обсуждаем Если мы принимаем Что это улыбка Мы получаем наказание Если улыбка не засчитана Мы играем И играем И живем дальше Пока горит вот такой синий свет Вы можете жить Вы можете смеяться Вы можете обсуждать Все что происходит Как только загорается Вот такой свет И вот такой звук Игра началась И каждая ваша улыбка Идет в зачет Уже началось? Нет, это я сам Объяснение правил Ну это психологическое насилие Тебе нужно не смеяться Когда тебе очень хочется смеяться Это психологически очень тяжело Это просто пытка Вся комната напичкана камерами Тут порядка 32 камер В каждом шкафу В каждом уголке Везде камеры Правило Лицо прикрывать нельзя Прятать лицо тоже нельзя Где бы то ни было Ну это нельзя Это карается тоже Желтой карточкой И пассивное поведение Тоже карается Желтой карточкой Я имею в виду Просто сел там И на кресле И там Сидишь пердишь Сидишь пердишь Нежелательно Ну пердишь Я считаю это атакой Это да Так я попросил Вас принести По 300 тысяч денег Ой блин Каждый из вас Это очень много Я сейчас Коплю на брекете Ну 300 и 300 Ладно бывает У меня кстати трек Есть 300 Решил посвятить Эту победу Если она будет Моему треку Мне нужно Хотя бы одно шоу В котором я Поставлю свои деньги И заберу эти деньги А желательно Больше денег Скидываться никогда Не жалко А на благое дело Для самого себя Почему бы и нет Вот он и богатый человек Это самая грустная часть Сейчас дальше Должно быть весело Так Все деньги собраны Я кладу их при вас В чемодан Победитель уйдет С этим чемоданом Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо У нас сейчас под зиму курдюки, жир, это всегда полезно. И для тепла, и растираться, и младенцем. Может быть, съезжу в Лазаревское, там у меня бывшая живет, может быть. Увижу с ней тоже гусеница, кстати. Ковер мне надо. Ну, одежду какую-нибудь, ну, какие-то приколы. Вот так все у меня разлетится. Если у кого-то нет заготовленных атак на телефоне, я прошу сдать телефоны. Да-да-да. Защита на Лешу. Без телефона нормально. Слушай, я вон в звездах в Африке месяц почти без телефона прожил. Да тяжело, блин. Очень тяжело, потому что это стрессово довольно-таки. Прямо сейчас у вас есть последняя возможность посмеяться, потому что как только зазвучит гонг, этого уже делать будет невозможно. Но так хотеться. Может, посмеемся все вместе? Давайте. Мне нужна шляпа. А-а-а! СМЕХ Да случится большое шоу! Ребята, мы начинаем! Ух! Азамат, классный костюм. Пока. Кто вылетит первым? Слушай, я не хочу, чтобы это случилось с ним, но боюсь, что Саня Пташенчук... Я просто, если честно, могу его с первой минуты выщелкнуть. Я думаю, что первым может вылететь Паташинчук. Пожалуйста, только не я. Изначально первая цель продержаться дольше, чем Кошкина. Я считаю, что первой вылетит Олеся Иванченко, потому что она хохотушка, во-первых. Во-вторых, потому что я буду ее атаковать. Первым вылетит, конечно, девчонки. Им уже пальчик покажи, они уже оборжутся все. Ну что, вы готовы? Да. Да, капитан. Тогда я вам не завидуюсь. Сейчас прозвучит сигнал, после которого очень сильно захочется как минимум улыбнуться. Поехали, большое шоу, мы начинаем. Мы начинаем, мы начинаем. Ну вот, мы и начали. Как же не ходить, мне главное не первое. Так, давайте знакомиться, я потому что не всех знаю. Я, кстати, тоже не все знаю. Ты вупсень? Нет. Я Егор... Давай по очереди Саша с тебя начнем. Я Егор, я гусеница. Ну что-то с ногами, у гусеницы что-то не так с ногами. Я сейчас Егор. Почему у гусеницы лапы какие-то хищного какого-то? Мне три дня. Когда прозвучал гонг, я напрягся. Ты находишься в постоянном ожидании какого-то стеба, подкола, под ебки, это я уже понял. Меня зовут Катя Маргунова. Угу. Я актриса. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. И кошечка. Я ищу кошечка. Браво. А можете что ей ведь показать? А что, представляться надо? Покажите кошечку. Ну, чтобы мы познакомились. Потому что я допустим тебя. Я, например, не всех знаю. Как будто на день рождения у кореша, когда ты с ним давно не виделся. Много новых лиц. Я хочу первое время просто адаптироваться. Посмотреть вообще, как ведут себя ребята. Если на меня сразу попрут, то извините, я буду доставать свои козыря. Здравствуйте. Я, кстати, бутерброды с членами. Здравствуйте. Привет. Леся, Леся. Я Леся. Привет. Я начинаю свой путь. Очень приятно быть среди вас. Очень приятно. Какой ты путь начинаешь? Разного рода юмористический, эзотерический. И еще немного реалити. Расскажи что-нибудь про эзотерику. Тот факт, что мы снимаем это шоу в период Ветроградного Меркурия, может, кстати, сейчас еще и канун Новолуния. Обязательно пометьте, что мы начинаем в канун Новолуния. Потому что не все... Диман, да скажи два слова. Ладно, это мы с тобой уединились. Олесь, вы запомнили. Не хочется сговорить. СМЕХ Блядь. Блядь, это я, что ли? Я думаю, ну все, я. Вот я приплыл. Все вот, ну, все понятно, Саш. Ты... Вот это твой максимум. Мне плохо, блядь! Можно уйти? Когда звучала первая сирена, я точно был уверен, что это я. Потому что у меня вот так периодически играли губы. И нахуй! Саш, можно улыбаться? Я обрадовалась, что Леса вышла. Блядь! Миша, я долбарев, я сам что-то говорил. Или это я? Или это я? Давайте сядем. Все сюда сядем. Блядь! Вот и случилось первое. Интересно, моя ставка сыграла? Я думаю, что первым может вылететь Паташинчук. Смотрите, обычно так сложилось просто. Мы это не задумывали. Так сложилось каждый раз. Мы прощаем первый вот такой вот. Кроме этого сезона. Первый штраф. Сейчас я решил сделать так. Я сейчас вам даю на обсуждение. Мы прощаем первое или нет? Мы сначала сейчас это определим. Ну, конечно, прощаем. Или у нас будет газотный сезон. Я думаю, что прощать первый смех, это как прощать первый секс. Это хорошая традиция. Давайте посмотрим. Нет, давай сначала посмотрим, что там было. Давайте проголосуем. Димаш, если ты попрощаешься. Давайте прощим первого в любом случае. Это я сто пудов. Это могла быть и я. Я там что-то с этими нахуй стульями. Они такие смешные, блядь. Я еле держался, особенно когда Олеся что-то говорит. Или Миша Стогниенко. Сначала мы определяем, прощаем или нет. А затем уже демонстрируем. Ладно, давай прощаем. 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 Единогласно? Да. Миша молчит. Прощай. Я тоже прощаю. Я просто думаю, как не улыбаться. Сейчас же можно улыбаться? Конечно. А, ёптую мать. А я как дебил хожу, я все прослушал. Конечно, прощаем. Прощаем. Тогда внимание на экран. Вот что может быть засчитано за улыбку. Ну? Внимание на экран. Бля... А, серьезно? Ну, в смысле? Ой-ой-ой. СМЕХ Ой, это не считается. Даже видно секунду, в которой Надя все поняла. Сама поняла. Да. Она просто зубы показала. Если бы ты не поняла, я бы не понял. Это Олеся, блядь! Нельзя вообще на нее смотреть! Там было видно даже, как мое лицо, когда... Вот так. Ой-ой-ой. Это так называемая улыбка вежливости. Да. Но, тем не менее, она была улыбкой. Понимаете? Я хороший человек! Разве я виновата? Это ради приличия. Мы прощаем. Да, мы прощаем. А, Надюх... Ребята, храни вас бог! Храни вас бог всех! Я так боялась, что меня сейчас тут же выгонят. Вообще, какое большое спасибо ребятам, что они такие. Мы это прощаем. Мы вообще с кайфом все простили. Все уважают друг друга. Какая-то хуйня. Мы что, на Доме-2? Просто человек пострадал, потому что хорош. Да! Я думаю, может легко победить Дима Журавлев. Наверное, это Журавлев. Наверное, это на втором месте Сатир. А Сатир, он на бешеной подготовке. Он уже всех об этом предупредил. Мы недооцениваем Олесю. Она может быть вот такая... Что-то сю-сю-сю-сю-сю-сю. А может, она... У Ивлева очень большой шанс. В этой передаче добродушие. Это плохо. Надо всех ненавидеть. Ну что, мы продолжаем. Играем дальше. И превращать всю эту историю в жесткость. Чтобы не смеяться, надо ненавидеть. Я вот тебя ненавижу, поэтому над тобой не смеюсь. Маргунову презираю. Поэтому мне не смешно. У него лицо постоянно похоже на человек, который сидит на очке. У него постоянно такая была мимика. И я больше иногда и не хотел на него смотреть, но боковым зрением всегда попадал. Не знаешь, тут чая нет? Не знаю. Одиноко мне здесь. Я сижу и... Давай, я рядом посижу. Дядя Костя. Я могу вас называть? Тебе? Не одиноко. Спасибо большое. Сейчас. Но я не буду тебе улыбаться, потому что, Миш, никакого... Такого повода нету. Но это точно не я. У меня были мысли, потому что ты не контролируешь где-то свое лицо. Вроде бы я на тот момент еще держалась. Это не я! Это не я! Ну что, прощаем во второй раз? Нет, второй раз точно нет. Я напоминаю, что шоу набирает обороты. И я вам сразу сказал, что камеры у нас везде. Абсолютно везде. Смотрим. Может, я жопу улыбнулась? Смотрим. Где? Олесечка. Ах ты, сука! Зачем ты идешь ко мне? Я сразу понял, что она за мной. И, оказывается, ее самой это развеселило. Дима наливал компот. Я просто хотела тоже компота. Я не знаю. Мысль какая-то просто. Я просто, блядь, забыла, что мы здесь. Олесь! Олеся Иванченко, первая желтая карточка. Я забыла, что мы здесь. Я бы на вашем месте этому аплодировал. Потому что человек скоро может покинуть наше шоу. Вас, тем вы ближе к победе. Олеся Иванченко, первая желтая карточка. Играем дальше. Почему он забирает самых лучших? Как же я выдохнул тогда. Я такой, вау, Саша, это не ты. Когда мы начнем, помните, что за этим шоу наблюдает Аня Деконская. Ах ты, сука! Ах ты скотина такая! Кто, Миш? Не важно, кто! Аня Деконская. Кто-то из прошлой жизни? Аня Деконская. Она однажды в России ровно четыре дня работала. Почему уволили? Все ринулись объяснять. Четыре дня? Не знаю. Спросите, пусть сам шутит. Его можно поебать. А мы не уволили. Девочка просто ушла в декретный отпуск. Мы ее поздравляем. Его поэтому уволили. Да. И всего самого наилучшего. Больше всего я боюсь провокаций и перфомансов от ведущего. Друзья, ну что ж, давайте начнем уже играть по-взрослому. Я приглашаю вас рассесться на диваны. Ебаный, насрал, блядь. Зачем? Константин Ивлев, я прошу вас остаться на кухне. Остальные все сядьте, пожалуйста, на диваны. А, вот так вот. Решили сразу избавиться от сильного игрока? Нет, нет, что вы. Просто сейчас начнем с вас. Там на кухне есть желтый ящик. Возьмите его, пожалуйста, и подойдите ко всем нашим участникам. Наверху. Выше, выше, выше. Вон там. Дед, ну ты чего? Выше. Быстрее, сильнее. Давай. Предлагаю взять стул. Все, батя нападет. Не-не-не. А у нас уже игра идет? Да. Давайте телекинезом просто. Надо помочь жене. Нет. Костя, надо стул поставить. Да, отличный способ. Просто сильнее. Я думал, что человек пизданется на меня. Я могу помочь? Не-не-не. Ты же еще гусениц, а ты пока не бабочка. Я пока доползу. Чисто дед лезет. Дед лезет за водкой, которую бабка спрятала. Руто. Руто. Ну, Ивлев, он все делает просто как батя. Он просто сейчас пытался достать коробку, как ботек. Если бы он чуть-чуть кряхтел, все, мне пизда. Вот что будет происходить. Константин, подойдите, пожалуйста, к нашим участникам. Вскройте ящик. Достаньте оттуда одну бумажку и прочитайте. А потом передавайте этот ящик по одному. К каждому участнику. Это интересно, что это такое. Угу. Сядьте. Это нужно делать все сидя. Да ё-ка, Макай. Уступите место. Дайте про себя. Старшему. Держи. Это вслух надо прочитать. Дед, я понял. Я тебя прочитаю. Готовы все? Да. Точно? Да. Поехали? Поехали. Как зовут обкурившегося капитана команды КВН имени меня? Леша Шмальнов. Как еще раз? Нормально. Алексей Шмальнов. Ну типа шмаль. А, все, все. Первая активность, думаешь о том, чтобы на ней не посыпаться. Потому что это самое обидное будет. Посыпаться на первой активности. Усложняем. Сатир, свою шутку читаешь очень громко. Крича. Зачем Журавлев трахнул долматинца? Перепутал с березой? О, патриотично. Ты меня, честно, пугаешь. Откатило у меня немножечко, честно говоря. Дима читает фальцетом. КАШЛЯЕТ Он же таким разговаривает. Он же разговаривает фальцетом. КАШЛЯЕТ Интересно, блядь. Что произойдет, если Миша Стогненко обожжет палец? Собаки соберутся на запах бекона. Повар спрашивает повар. Повар! Какова твоя профессия? Я очень люблю свою маму. Хорошая пародия. Очень длинная бумажка у тебя была. Спасибо. Идем дальше. Меня сильно разворотило. Потому что Азамат, естественно, знает, что у меня тонкий голос высокий. И он дает именно это. Дима, скажи, пожалуйста, а это же ты? Привет, киски! Это же ты делал? Саша! Да! Только чуть-чуть раздулся. Давай не импровизируй. По шуткам. А мне не сказали, как это просто. Я по этому паузу. СИРЕНА Стоп, игра! СИРЕНА Мне пиздано кажется. Димасик поплыл. Точно я. Дима, ну ты не уходи только! Не помогай! Дима, он такой добрый. У меня и не было никаких надежд по поводу этого формата. Мне кажется, это могла быть я в свой раз, Дима. Да это я даже... Знаете, что самое прикольное? Смотрите, не обязательно вставать. Самое прикольное, то, что на повторе видно, как вы сами осознаете после того, как вы улыбаетесь. Это пиздец. Внимание на экран. Всякое может быть, да. Да ты пузька какая! СМЕХ 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 Я чуть-чуть пустила ее, чуть-чуть. СМЕХ Какие эмоции, Диман, искренне и очень круто. Потому что очень тупо. Потому что я не сдержал. Я держал в голове не смеяться. И просто вот так на секунду я поднял угол рта, все сразу сработало сирено. И я такой, да почему я так не сдержался тупо? Ну потому что я за мной сказала, говоришь с фальцетом? Ну конечно, говоришь с фальцетом. СМЕХ Блять, как расстроился ты потом искренне. Димка Журавлев, первая желтая карточка! Я просто за него всей своей сердцей, всей своей душой вообще болею. И я подумал, что о, братишка, так ты ненадолго здесь. Если тебя так легко выщелкнуть так быстро, то скоро домой поедешь. А я как просто краем глазу увидел, как ты сосешь этому лемуру просто вот так вот. И никто это не видит. Я такой... Я видел, я даже хотел сказать об этом, но он перестал это делать. Да, это очень быстро было. Все обсудили. Мне это было так. Ребята, все очень смешно. Просто... просто смешно. Взял шутку? Нет. Беру. Бери бумажку и читай голосом прокуренного бомжа. Как называется момент, когда Олеся Иванченко начинает сквертовать? Эра Водолея. М-м-м! Хорошая, очень хорошая. А теперь голосом бомжа. Нет, неправда. Ну, некоторые вот ребята, которые голоса меняют, и это, конечно, да. Это дорогого стоит, это весело. Олеся, следующая ты. Согласен. Олеся, сквертони. Сквертонит. Вот чуть-чуть у меня даже какой-то был импульс, но я его быстро подавил. Олеся тоже кавказским акцентом. Блин, это будет плохо. Угу. Я знаю, поэтому и прошу. Сейчас, я сейчас сложу сначала буквы. Пиздец. Читай, блядь. Пиздец. Что украла... А! А какой вообще это кавказ? Что? Что украла Зоя Яровицына у Нади Джабраиловой? Название сольника без мужа. Угу. Так и так же грустно очень. Да с каким она? Ну, просто, блядь. Просто человек летит, и я над ней смеюсь. Такая моя жизнь. Надя Джабраилова пародирует Борис Николаевич Ельц. Она читает шутку. Давай, Надя, у тебя получится очень интересно. Это круто будет. Понимаешь? Угу. 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 Как зовут? Очень доверчивого повара. Наивлев. О! Это про тебя. А мне кажется, у всех, кто в 90-х родился, у них чуть в крови Борис сидит. Катюш, читаешь голосом очень неприятной, очень такой мерзкой... Зови меня просто. ...учительницы. Шеф. Как называются неудачные дубли с сатиром? Клик-шлаг. Ну, слава богу. Запомнили? Да. Слава богу, добивка не будет. Спасибо. Блин, Кать, ты отнесли. Никаких поблажек не будет. Там еще остались? Нет, все. Катя вообще с этой училкой, блин. И чуть не сдох. Ну, тогда поиграем в мою любимую игру вымышленные фамилии. Угу. Там по принципу надо, типа, вот берешь Александр Пташинчук и переделаешь. Давай, давай. В Александр Пташинчудище и Борне. Давай. Азамат Мусагалина. Интересно. Такая есть. Ситуевина Ольга Владимировна. Я за ней знакомствую. Это очень смешно. Такая ситуевина. У меня есть тоже. Леон Аганесквик. Леон Аганесквик. Очень смешно. Аганесквик. Выдуманные фамилии, это вообще моя любимая рубрика. Потому что она дает какой-то, не знаю, повод для креатива, полета мысли. Давай, Димка. Да, давайте. Дима Журавлева из Би-2. Давайте. Михаил Стагниебать, что за телка. Так, работает. Это очень комплиментарно. Давайте дальше. Сквиртлев Константин Сквиртлев. Идеально. Нормально. Молодец. Молодец. Фамилия. Вячеслав Дусмухаммета. Запрещенная в РФ организация. Я в этот момент чуть не рассмеялась. Все коротко-коротко, а тут Дусмухаммета. Запрещенная организация. Очень смешно. Денис Дорохуй. А у него такая есть. Ты же сейчас ничего не переделал. Валерий Сютки плохи. Такое было, по-моему. Да. Было дело, товарищ ведущий. Валерий Сютки через двое было. Вот, видишь, совсем другое, брат. Абсолютно. Лех, для тебя. Давай. Алексей, шаль ночь и тишина дзе. Нормально. Нормально. Думайте, блядь. Данная на венку. Ну что, попробуешь еще раз? Пиздать я, Дима. Я думал, у меня кончики рта сейчас скаканули вверх или нет. И я каждый раз думаю, ё-моё, я, по ходу, это... Екатерина, моргу ноги. Убери нахуй отсюда. Блядь, сука, блядь. АПЛОДИСМЕНТЫ БЛЯДЬ! 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 А вот у меня вот что-то... Вот у меня куда уходят нервы, понял? Блядь, в гусенице сидит. Ну, он просто мимикой меня вот так выстегнул. Ничего с этим не везет. Я ничего... Я не понимал, что делать вообще. БЛЯДЬ! БЛЯДЬ! Зачем ты это сделал?! Просто сука! СМЕХ БЛЯДЬ! 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 Зачем? БЛЯДЬ! Мы же договорились, Дима. БЛЯДЬ! Вот этот человек говорит, ноги нахуй бери! СМЕХ СМЕХ Димана, конечно, жалко как человека мне. Он мне приятен. Вот нравится мне Журавлев. Мне хотелось, чтобы человек, с которым я дружу, оставался подольше рядом на площадке. Внимание на экран! БЛЯДЬ! Дольше ехал нахуй сюда! СМЕХ 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 Ну не сильно заметно. Не сильно. Можно простить. СМЕХ Причем ты расстраиваться начал раньше, по-моему. Я понял, что все, да. Если честно, я на каждую уже смеялась. Я на интервью сказала, что ты можешь выиграть. Я думаю, может легко победить Дима Журавлев. Дим, я хочу сказать, что у нас есть одна опция. Есть одна опция. Но о ней мы поговорим чуть позже. Это вторая твоя желтая карточка. Это она при равнице красной. Мы прощаемся с Дмитрием Журавлевым. Меня все веселит. Я всегда смеюсь. Не знаю. Там еще все такие классные, все такие добрые. Ты просто смеешься, потому что лица добрые даже от этого. Еще и смешно. Еще эти фамилии. Я за мат что-то вставляю. Дима Журавлев, ты сражался как Журавлев. Я сражался как. Это было хорошо. Ах ты. Ладно, ладно. Во-первых, идем поговорим с тобой. Как жаль. Обращайся ко мне. Опа! Димка, возвращайся. Это какая-то мясорубка. Все, до свидания. Было жалко. Хотелось посмотреть его номер, который он с собой принес. Сама судьба распорядилась, чтобы он вылетел раньше, чтобы я подольше был в этом шоу. Ни хрена ничего не жалко. Потому что так или иначе это борьба. Блин, Дима. Димка. Вот вы и лишились одного участника. Поехали. Ой, да. Три миллиона денег на кону. Они все ближе и ближе. АПЛОДИСМЕНТЫ Константин. Да? Дядь, Кость. Все, ты так ко мне подкрадываешься, да подкрадываешься. Приглашаю тебя. Саша, парад. Приглашаю. Подфоткаемся. А что? У меня просто сейчас... Надюха. Надюха. Я могу позже подойти к тебе? Надюха. Я попробовал выбить Олесю старым добрым образом. Как бы сказать-то корректно? Долбоеба. Олеся! Олеся! Давай, я за. Слушайте, ребят, мы редко видимся. Давайте сфоткаемся. Олеська! 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 Олесь. Кстати, несколько раз пытался атаковать лично меня. Реально пустил слюну и просто бежал за мной. С Mormel нужно на сфиксы. Красиво. Олеська где? Олеся? Олеська? Олеся есть? Мужики, встаньте! Миша, встаньте, я вас щелкну! Мужики, я вас щелкну. Это разъеб. Ну, по крайней мере, всех моих одноклассников это на уроках разъебывало только так. Миша, Миша Студниенко. Да-да. А ты же понимаешь, да, прекрасно, что ты не сова, а человек. Нельзя просто сидеть в углу и смотреть на всех. Понимаю. Миша, кстати, на черепаху похож вот в этой зеленой футболке. Он на стедхама похож. То же самое Константин Ивлев. Чего? Ну, Константин Ивлев прекрасно же понимает, что он не сова. И не на пляже. А, то есть на одном месте вообще что ли нельзя сидеть? Ну, типа, это пассивность. Ну, я просто интересно. А, пассивно. Надо как-то участвовать в чем-то. Нельзя просто наблюдать в сторонке, избегать смеха. СМЕХ Это, блядь, пиздец, как смешно. СМЕХ 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 Каждые разы, когда звучала сирена, я думаю, все, это я. Это я. Я почему-то думал, что это Олеся. Мне показалось, что у нее была улыбка. Ну, я второй. Я после Лиши. Кто-то из них. СМЕХ Сейчас все скажу. Друзья, я вас предупреждал, что... Я после сирены. СМЕХ Предупреждал, что нейросить фиксирует любые растяжения рта. СМЕХ Ты разъебался? СМЕХ Не знаю. СМЕХ Произошло растяжение рта, коллеги. СМЕХ Я не раз был на грани. СМЕХ Но там спорно. СМЕХ Есть второе. СМЕХ Какой? Опа! СМЕХ СМЕХ Милая какая улыбка. И вот эти вот глазки выдают преступника. Ну, вообще... СМЕХ Ну, не знаю. Давайте поставим на голосование. Да, мне кажется, та самая коварная улыбка, умиление могла быть. Я потому что подошла и докопалась тогда. Я еще раз говорю, ребята, там сижу не я, не человек, который говорит, улыбка, этого посадим, этого не посадим. Нет, там сидит машина. Там срабатывает нейросеть. Хорошо, я принимаю этот бой. Константинище Ивлище. СМЕХ Желтая карточка. Спасибо. Знаешь, очень сложно говорить, а зачем ты это сделал. Потому что это либо была какая-то реакция защиты, либо сам организм этого хотел. Это скорее была какая-то улыбка, согласие типа. Окей. То есть я не думаю, что ему было суперсмешно в этот момент. Поехали! ВЫСТРЕЛ Итак, встречайте наш гость! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда вышел Айдар, я понимала, что будут точно коротыши, что точно будут короткие плохие песни. Я не просто так вышел. У меня есть плохие песни для вас. О, давай! Сегодня будет специальный выпуск плохих песен для большого шоу. Это супер, я люблю. Ну, пиздец. По-любому сейчас где-то я поломаюсь, где-то что-то меня достанет. Я желаю вам всем не заражать. Угу. Моя любимая передача. Михаил Стагниельцин для тебя. ПРОПЕРДЕЛСЯ СТАГНИЕНКО ПОХУДЕЛ Это была для тебя. Спасибо. ПРОПЕРДЕЛСЯ Весна опять пришла И лучики тепла Застенчиво кричат Сатир Гондон Это было очень сложно. Всем своим телом делал вид, что я его слушаю. Но на самом деле я просто Витал где-то в облаках. Все по фактам, брат. Опять защимит грудь. СМЕХ Ты просто оригинал спел. Это не только я знаю. Ну, в твоем случае, да. Ты такую же слышал, да, песня? Я был очень близко сейчас. СМЕХ Я прям чуть не брызнул. Еле-еле сдержался. Сейчас еще дальше будет. Миша, молодец, что сдержался. Угу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Влад Соломко и Альшанский И усатых уеплё... СМЕХ 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 Что все в комедии забыли, Никто нахуй не бьет. Единственный там Шальнов, Он талантливый из них, И тот тоже хуй пойми, Костюмы, блядь, да парики. Когда он спел про ребят, с которыми я работаю, Я вообще не ожидал услышать эти фамилии. Он еще так искренне, заворожительно смеялся, Что было очень тяжело сдержаться и не подхватить этот смех. Жалко, что Журавлев вылетел. Песня про него была. А есть про Журавлева? А вы знаете хорошо Журавлева? Он с нами, да? Уже да. Он в наших сердцах. Диму знает. Давай про Журавлева, Айдар. Представьте, что он здесь. Давайте. До разъеба Журавлева Остается три секунды. Хорошая. Да. До разъеба Журавлева Остается две секунды. До разъеба Журавлева Остается лишь чуть-чуть, Ведь мне написал эту песню. Терзи, Владимир, твой друг. Ебать! С Атабаевым Лемой он вместе Решил, что тебя разъебут. Имена, имена, ребят, из прошлого. Дима, это для тебя было? Он все слышал. И эта песня действительно пророческая. Он здесь смеялся. Это истерика! Он просто разорвал, конечно. Я сдерживался, сидел, сжимал. Прямо такое ощущение, что в туалет хотелось. Птаха, птаха, птаха натурал. Угу. Эту шутку, птаха, сам мне написал. Угу. На хоккей. Ты же натурал? На тренировке. Ты натурал? На спящий город опускается еблан. СМЕХ А значит, с птахой скоро выйдет сериал. СМЕХ У меня здесь все лопается нахуй внутри. Пу-пу-пу-пу. Где-то здесь я это все пытаюсь остановить. Саша, ты куда пошел? Саша, ты куда пошел? Бля, в следующий город опускается еблан. Это очень сильно. Стул неудобный. Я представил огромного какого-то еблана, который опускается на город. Короче, меня это чуть не раскололо. Саша, присядь, пожалуйста. Катюш, все в порядке с тобой? Стул неудобный. Ого, да. Я клянусь, если бы не эти условия, я бы тут на коленях уже плакал. Все хорошо, Катюш? Блядь, ты кремень видишь вообще. Я не представляю, что тебя рассмешит. Айдар, можно просьбу одну? Можешь колбасу подать вон сзади тебя. Да, сзади вот. А, ебать. Там космонавты. Там я, не трогай меня. Спасибо большое. Ого! Неправда колбаса. Угу. Давай, Саш, для тебя. Я буду в раму драть велосипед. У нас в Алдане выбор небольшой. Было, было дело. СМЕХ СМЕХ Да? Так там, да, Саш? СМЕХ В бабочку превращается. Саш, надо присесть. Зачем? Ну, это же условие. Что ты вскакиваешь? Сижу, брат. Сижу я. Подумай, о чем-нибудь приятном. Если бы он ее повторил, песню, пизда точно, у меня не было шансов точно там. Айдар, мы получили неимоверное удовольствие. Спасибо тебе. Ребята явно смеялись. Очень было сложно. Я был близко там на парочке песен. Айдар меня почти дожал. Чуть бы и добил. Дожал бы. Там, кроме как раму велосипедную ебать нечего делать. Ну, типа. Это как у вас, наверное, я не знаю что. Да. Да. Я думал, будет более серьезно. А ты вот так сейчас? Так, а где? Ну, это я был когда-то давным-давно. Меня просто слишком расплющило. А был гонг? Не было же гонг? Нет, до того, как Айдар вышел, был. А, вот сейчас... То есть мы продолжаем играть? Да, мы все играем, продолжаем. А, все. Сейчас уже нельзя улыбаться, да? Это хуня какая-то. Мне неинтересно. Не улыбаемся. Знаешь его? Я его ищу. Это Ивлев. Песни были прям парочка очень реально голосов. Товарш. Его место на кухне. Он из Гриффинов. Когда мы сидели в гримерке все вместе, там достаточно жарко было. И он все время в этой куртке за стеклом сидит. И у него все спрашивают, ты что-то подготовил? Он такой, не-не-не-не. И вот он повторил эту фразу раз семь. Вот что у него, клянусь, ничего нет. Ну и, собственно, мы все видели, как у него ничего нет. Ты представляешь? Знаешь? Так это Миха в юности. А вот это знаете? О-о-о! А я не знаю. Я не знаю. Кто это? Я не знаю, что он на него смотрит. А, вот оно что. Да знаю я, конечно, лишь. Мне очень нравится. Так это ты же. Заготовочка не сработала. Приятно себя иногда видеть лет двадцать тому назад. Можешь меня пантенолом намазать? Что нужно намазать? Я татуировку сделала. Татуировку? Ну, показывай. Кость! Да. Прошел слух, что тебя подстригли очень плохо. Да. А можешь показать? На себя посмотри. Почти так же. А, реально? Вы сейчас лысый? Ну, почти. А можете показать? Я тебе даже больше скажу. Я специально лошадиными яйцами натирал себе вот эту вот часть, чтобы они побыстрее чуть отрошли. Видишь? Я не знаю. Высокая лошадь. Просто мазать? Да. О, ну наконец-то. Здорово. Все-таки мы пришли к этому. Ой, а что это? Вот это мне уже нравится. Саня, что там? А можно тоже кремом помазать? Там сестры Зайцевые. А, это сестры Зайцевые, я не узнала. А-а-а. Что-то у них какой-то раскол в коллективе. Ну вот левая булка похожа. Чуть-чуть, да. Да, левая булка похожа. Правая как-то нет. Все, а можешь их как-то вот укрыть трусиками, как вот одеялком? Надя, а почему они? Ну блин, мне кажется, старый Камеди вообще супер. Но я там забыла. Я должна была вкинуть сначала несколько раз, что я люблю Камеди Клаб, что старый Камеди Клаб супер. И потом только типа показать татуировку сестер Зайцевых, а я вот это не сказала, потому что я вообще разволновалась капец. Ебать, как ты похож на сатира. Да. Я люблю его как персонажа, он очень колоритный, его несложно пародировать. Всем привет, я Константин Ивлев. И сегодня мы будем жарить курицу. Для этого нам понадобится курица и желание ее отжарить. Нет, пожалуйста, нет. Ну, вот сумасшедший человек что-то делает, просто это... Ну, больше психиатрический какой-то перформанс. Сейчас. Сейчас. Сейчас, секундочку. Одну секундочку. ПОДПИШИВАЕТ О, тя, да... ПОДПИШИВАЕТ 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 Ох, моя хорошая. Да, хорошо. Сечка. Э-э-э-э-э. Э-э-э-э. Э-э-э-э. Отлично. Давай расслабься, свечары. Получай... Мега-отсон котлету по киске делает. Суширует, что ли ее? Адский шеф! Адский шеф! 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 Э-э-э! Спасибо! Всем пока! АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то похожее было, Константин, у вас в жизни? Конечно, я рожден в то время, когда как раз курицу натягивали. Перед тем, как запекать ее. Необычненько. Но очень, кстати, правдоподобно. Давайте в жопу поиграем. А как в нее играть? Вы что, не знаете? Я пас. Кричишь, точнее, первый человек говорит слово жопа, и потом, который дальше говорит, он должен громче, громче, громче. Короче, тот, кто знаком закончится, тот проиграл. Ну типа я начинаю, типа жопа. Ты должен погромче. А, то есть дойти до истерического крика? Да. Жопа. Погромче. Жопа. 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 КРИКИ Пердак. Ну так тоже можно. Жопа. 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 Жопа! 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 КРИКИ Жопа! Жопа! Я не играю, что ли? Саша, тебя только для человека не считают, потому что ты гусеница. Давай. Так что, я пропускаю, получается? У тебя просто нету жопы. У меня, если честно, нету. ЖОПА! Ты ее зовешь сейчас. ЖОПА! НИФИГА СЕ, ВЫЗЕВАЕТЕ! ЖОПА! НИФИГА СЕ, ВЫЗЕВАЕТЕ! ЖОПА! Ого, Миша, у меня жил. Надя, ты как и с Ким пять с плюсом. Повышаем вставочку. ЖОПА! Ну ладно, сука. Мне кажется, надо менять игру. ЖОПА! Это был апогей. ЖОПА! ЖОПА! Это кого-то из бумера, когда он выносил его на руках. Это был такой приятный взрослый детский сад. Отключаешься и понимаешь, что догори до хим всего огнем, блядь. Поехали. Ребят, хотите погадать? Мы проверили на Саше, он выиграет шоу. Угу. Ну просто парашки. Саша? Я не наебываю. Выиграю, не выиграю. А только вот одна есть вариант гадания. Выиграю, не выиграю. А давай пидор, ты не пидор. Вот это стоит проверить. Вот, хорошая. Давай. Реально. Смотрим. Тогда почему Сашуля... А, он выиграл там. Пидор. Не пидор. Пидор. Не пидор. Здесь было просто очень интересно узнать, пидор или сатир. Поэтому просто было познавательно. Пидор. Не пидор. Пидор. Не пидор. Ответ так близко. Не пидор. Пидор. Потяни, потяни, потяни. Не пидор. Ой, как интересно. Игорь, не Игорь. И что? Все? Пидор. Нет, не пидор. Не пидор! А кто тогда? Ну, я скажу, что как и любое гадание, оно не имеет никакого отношения к правде. А можно я почитаю рэп? Давай! Что, рэп? Кринжатинка подъехала. Давай. Фу, рэп. Ну, давай. Я его... Хорошо, давай. Рэп, это хорошо. Может быть, не надо, не стоит. Мне было бы приятно, если бы вы меня поддержали, потому что моя песня. АПЛОДИСМЕНТЫ Леша, давай! Нахер пошел! Эта песня... Сейчас. Эта песня не кончалась. Эта песня совместно с... Ди-джей Виндуз. Вау. Привет. 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 Спишь? Нет. Гуляешь? Нет. Нет. Сидишь? Нет. Сидишь? Лежишь? Нет. Стоишь? Нет. Гладишь? Нет. Скрипыш? Нет. Свестишь? Нет. Вредишь? Нет. Противостоишь? Стоишь? Нет. О, вот это уже была тяжелая артиллерия. Когда включился бит, я понял, что мне конец. Хрустишь? Нет. Быстишь? Нет. Ну, это очень смешно. Гутишь? Нет. Нет. Играешь? Нет. Танцуешь? Нет. Читаешь? Нет. Нет. Слушаешь биграшен босса? Нет. Пидора ответ. И Марату было сложно, и Сатир тоже кололся, и Надя. А Надя, вообще, часто я замечала, что она начинает дышать усиленно. Сильно. Пересматриваешь лучшие номера Александра Пташенчука? Нет. Кто это? Готовишь по рецепту Ивлева аппетитную защеканку? ЛАЙ СОБАК ЛАЙ СОБАК ЛАЙ СОБАК Смотришь видосы с Валерой Равдиным? Ну нет. Ну нет же. Ну нет. Ну нет. Ну нет, как бы, нет. Ну, ну нет. Тут будет шутка. Ну нет. Ну нет, нет, нет. Ну нет же. Нет же. Ну не будет. Нет. Ну нет. Ну нет. Ну нет. Ну нет. Ну нет. Ну нет. Шутка? Шутка? Ну нет же. Ну нет же. Шутка. Шутка. Ну нет же. Ну нет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Разъемаловый! Разъемаловый! Я была очень близка. Все, вам так вообще. Я еле-еле. Это было очень тяжело. Это было в первую очередь сложно для меня. Потому что каждый раз, когда репетировал его дома, я всегда смеялся на десятом слове. Давайте по очереди поиграем игру в вымышленных животных. Кабанюня. Что это такое? Ну, кабан, который все время мной типа заебали желуди. Не хочу с этим сурикатом тусоваться. Кабанюня. Ты до похудения, да? Ну, типа да. Про Валеру. Типа да. Я несколько раз чуть не подорвалась на слове кабанюня. Вместе с лицом Стагниенко это такое комбо очень-очень мощное. Миш, кабанюня? Да все уже не дожмешь. Азамат это против меня оружие обратил. Из-за равновесия выбивало, но недолго это продлилось. Да? Да. Уже был момент, когда я почти оступился. Ну ладно, давайте идем дальше. Куроеб. Куроеб. Да, это соединили курицу с петухом. Она сама себя. На застолье дядя напился или дед, и такой, вылеть, куроеб. Куроеб уже был тут, кажется. То, что статир делал сейчас. Черепарень. КРИК КРИК Бля, вообще непонятно. Вообще, черепарень. Чего, блядь? Кабанюня разъебнул. Я на Мишу смотрел, на его не знаю, допустил. Кабанюня? У тебя вот здесь... Миша, да. Черепарень. Я представляю, его внутренние щеки. Все, наверное, обкусал, блядь. Да нет, это у тебя так давно не было. Да, блядь. Я сидела из последних. Блядь. Я думаю, главное на тебя не смотреть. СМЕХ Смотрим. Внимание на экран. СМЕХ Такой воды в рот набрал. Он сразу вблок это. Мне в этот момент стало жалко Санька, что он именно на этом подорвался. Потому что он выдержал и рэп, и другие активности. А вот именно на каламбуре животных он попал. Это же одна черепарень? Да. Блядь. Черепарень молодой. Александр Пташинчук, первая? Да. Первая желтая карточка. Мы вас поздравляем. Она какая-то интеллигентная получилась, знаешь, какая-то такая воспитанная. Без хуя жопы и говна. А я такой, черепарень, блядь. Ну, хоть что-то, хоть кто-то улыбнулся. Тоже здорово. Как он пугает этот... Да. Звук Волочка. Звук ЛИГАТ ЛИГАТ Давай ее. Это ты их озвучиваешь сейчас? Диджей-аллигатор? То, что они сейчас в туалете делают. Кстати, круто. Ты в этом году начал заниматься битбоксом? Сейчас новое движение вроде бы. Я в этом году тектоником начал заниматься. И у меня пипец как круто паркур получается. Ну-ка, покажешь. Я бы тоже попробовал. Только я так. Сейчас без трюков сложно. Угу. О! О! Это без патрулей все? А можно музыку из 13-го района включить? Ну, просто талантливая была. Круто. Не хватало действительно песни из 13-го района. Если бы она была, может быть, мы забрались бы на декорации с ним вместе. И все, повернулось бы по-другому. Давайте поиграем во что-то. Я не знаю. Ну, хочется как-то скоротать. Ну да, давайте движуху какую-то. Кстати, сумка пиздатая для всех девчонок. Ходите такие. Я предлагала Кате поиграть, кому бы она дала, но она замуж. Ну, потому что не солидно. Ну, это типа в другой вселенной, Кать, не в этой. Да. Я свое уже сыграла. А ты можешь одна поиграть, Олесь, без Кати? Ты? Оп! Реп! Оп! Жоп! Блек! Джек! Чпок! А если у меня родители это посмотрят? Доминик Джокер. Нет, у меня должен или-или варианты давать. Вот бывает, когда ты долго сдерживаешься, и потом у тебя что-то щелкает, и все. И ты начинаешь просто тебе смешно со скатерти, например. Доминик Джокер или Лемур из Мадагаскара? Кому бы дала? Нет, ну, Марат, это понятно что. Давай так, Эдвард Билл или Влад Бумага? Я не знаю первого. Я тоже не знаю первого. Это который Чи, да? Эдвард Билл? Пранки. Не знаю. Давай так, Эльдар Джарахов? Так. Либо Элдос Алмазов? Второго не знаю. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Ребята, слушайте, я по серьезному делу вам всем, как друзьям, как коллегам, как знакомым обращаюсь. Это был сильный, очень сильный удар. Это мой друг. Это был взрыв внутри невероятной величины просто. Дело в том, что у меня со здоровьем одна проблема. Буквально сегодня утром обнаружил одну болячку, не знаю. Не знаю, что это, не знаю. В первую очередь к Лёше обращаюсь, потому что это мой лучший друг. В общем, тут проблема очень серьезная, не знаю, что это. Лёх, ты можешь подсказать, пожалуйста? У меня, по-моему, на ноге какая-то опухоль. Прям на ноге. Ух ты, хорошая прям. Я нажимаю, она прям болит. Я не знаю, что с этим делать. Оно потенело как будто. Давай я нажму, хочешь? Да, может. Иди, Саш, посмотри. А, ты аккуратно только, сильно не нажимай. Это сокомандник Лёша Шального. Они вместе играли КВН, вместе сейчас выступают в камеди. А теперь Лёша просто отворачивается от друга. Я не знаю, что с этим делать. Лёша, тебе друг пришел за помощью. Чего ты избегаешь? Лёша, ты знаешь, может, ты в звездах Африки не такие вещи считал. О, это точно, выраженные ели. Трогать я не буду. Подожди. Стань сюда, покажи поближе. У него зрение плохое. Хорошо, хорошо. Вот, я не знаю, я как... Ты же на врача учился. Не знаю, что это такое. Слава богу, я много лет работаю с Денисом Дороховым. Который меня так натаскал на эти отвратительные вещи. У меня такой барьер на них. У меня это не принимает. Броня имени Дорохова. Это смешно. Вы его друг возьмите и облежите ему яйцо. Облежите. Просто возьмите... Это марганцовочка, да? Это марганцовочка, в чистом виде. И очень сильно облежите его. Давай, раздувай. Хороший, хороший. На самом деле, дружеская слюна очень сильно лечит здоровье. Она щипет, если честно. Очень. Попробуйте. Вот оно щипет. Надо спасать, иначе сожмется. Ребят, может, еще зеленочкой. И больше никогда не разожмется. Все связанное с яйцом было опасно. Так, где я? Я здесь. Это не смешно? Нужно, чтобы друг полезал вам яйцо. Вы же врач, правильно? Вы же врач, правильно? Конечно. А можете зеленочкой мне помазать? Блядь. А, блядь. Влад, зачем ты это делаешь? Так не делается. Надо снизу прям аккуратненько. А вы когда-нибудь мошонку готовили? Спасибо. Спасибо. В стиле пашот. Врач, доктор, скажите, поможет? Поможет? Я считаю, что очень красиво. Правильно. Жалко, конечно, что там никто не раскололся в этом моменте. Тогда бы творчество было оцененным. Вы не врач, вы всех обманываете. Сейчас она увидит и скажет, какое у него большое будущее и яйцо. Как видите, опухоль как бы не рассасывается. Я предлагал как-то еще раз попробовать. Потому что никто даже и рассасывать не пытался. Попробуй боксеры. Как они активизировались? Боксеры попробуй. Ну, без плавок надо это все, короче. Это надо как на свай. Влад, нам позвонили только что. Скорая помощь к вам приехала. Можете отправиться за кулисы. Мы сейчас проведем операцию. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Здоровья. Поведи себя. Здоровье. Главное, это здоровье. Я чуть не оборжался, блядь. Да, я хотел немножко погасить в себе вот эту вот эмоцию. Это умная колонка, братан? А? Поумнее тебя, долбоевка. А вот странно. Мужики вот иногда показывают и говорят о своих яйцах. А что есть у девушек? Вот чем вы вот такие мужики? Ну что, ты ее прям возьмешь и выложишь, что ли? Смотрите, какая у меня. Выкладывайте вагину. Или ты вывалишь. Да нет, я просто не понимаю, в чем вопрос. Ну да, у мужчины есть яйца. Ну а вот, видишь, у нас есть чем... Так сказать, светануть. Да. А вот у вас чем светите? Ну, там некоторые соски показывают. Ксюша. Лариса. Виталик. Виталик. Олег. Я один раз видела, это был концерт, и девочки танцевали кан-кан. У них вот эти юбки вот так, а купальник здесь очень высоко. Миша. И вот они вот по очереди когда врят. И вот так. Раз. И ногой вот так. Два. Раз. И потом следующее. Если бы. Лариса. И вот она вот это делает. О, блядь. О, нет. А там. Раз. И вот на этом повороте. Да. Лариса. В том, что он в фильме, когда она вот это вот делала. Лариса, включи мою любимую песню. Ну, только там половинка была спрятана. А-а-а. Простите за такую подробность. Ну, вот мы заговорили об этом. Видите, вспомнили. Тебя Лариса же зовут? Да, Лариса. Понял. Отлюбись, пожалуйста. О! Какая хамка. Лариса, ты что такая злая? Что будем делать-то, шеф? Снимай штаны и бегать. Ты мне, когда отлизывал, за пиздок усил. Хорошая. Это реально было так? Зачем ты так делаешь? А вы вот повар, да? Смешно, когда вот этот электронный голос матерится. Не могу ничего с собой поделать. Лариса, скажи, пожалуйста, кто такой Шальнов? Вот, что мне удалось найти по этому запросу в интернете. Всем похуй. Всем похуй. Всем похуй. Лариса, а какая самая лучшая пародия у сатира? Нет. Лучше всего ему удается показывать сельское ебало. Сельское ебало. Ну, ебало. Очень хорошо сейчас было. Очень хорошо. Сам абсурд вот этой интонации, с которой колонка произносит всякую срань, он работает. За сколько Миша даст сраку? За 20 рублей. Постоянным клиентам скидка 2 рубля. Того 18. Лариса, расскажи биографию Константина Ивлева. Константин Витальевич Ивлев, российский шеф-повар, ресторатор, бизнесмен, автор книг по кулинарии, которые обычно лежат на унитазе. После окончания школы учился и опиздюливался в ПТУ 19. Коллекционирует кукольных поваров и грустные ебальники своих подчиненных. Участник недели высокой кухни и месяца в запое. Однажды ему выпала честь готовить для королевы Елизаветы II, после чего на престол взошел принц Чарльз, обладатель вечно красного еблета и нездорового влечения к ремонту Акзамову. И в конце анекдот. Заходит как-то раз Ренат Акзамов и Константин Ивлев в ресторан, а им официант такой. А ну пошли нахуй отсюда, ахахахаха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Круто, спасибо. Просто вот эта тупость, когда говорит что-то ахахахаха. Смешной анекдот. Ну типа не туда ударение, все, я уже угорела. Вот еще анекдот. Сосет как-то сатир хою Константина и влево, а он говорит ням-ням-ням. Ха-ха-ха. Сатир сосал у слона. Хотите еще анекдот? СМЕХАЕТСЯ 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 Кололкой я, ну, я просто думал чего не было, отталкивался от этого. И это сложно было воспроизвести, но мы это сделали. СМЕХАЕТСЯ СМЕХАЕТСЯ Это был мой первый смех после шести дней воздержания. Мои смеховые мешочки были очень переполнены. И поэтому фонтаном прям, знаешь, все залил, можно сказать, смехом. Ну что? А вот и он. Слушайте, такое у нас впервые вообще. Синхрон. Что, все попали? Давайте посмотрим на экран. СМЕХАЕТСЯ 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 А-а-а! Ну, первый, нет? Ну, как будто бы. Надо посмотреть еще раз. Ну, я через прям, блядь, полсекунды заржал. Ну, мне кажется, я первый, да, сегодня. А-а-а! Буквально на, 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 на вообще сотые доли секунды вообще. А, я говорю, наверное, все попали. СМЕХАЕТСЯ 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 Первая желтая карточка. Ты был секундой раньше. СМЕХАЕТСЯ 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 Даже меньше. И это впервые, действительно. Вот настолько, настолько мы долго считали по тайм-коду. Первая желтая карточка, Марат! Марат, добро пожаловать! Спасибо! Ты в вас всех! СМЕХАЕТСЯ Все, меня разорвало. Тут уже у меня не было никакого оружия против этого. Я получил свою первую желтую карточку. У тебя есть прекрасная возможность. У нас есть такая опция. Если ты считаешь и имеешь в себе силы, если ты уверен в своем... СМЕХАЕТСЯ Много ответственности. Много ответственности. СМЕХАЕТСЯ Я готов запустить тебя туда на три минуты. Я даю тебе три минуты ровно. Ты заходишь туда. Если ты зарабатываешь на себе на своем номере на ком-то желтую карточку, кому-то желтую карточку, то ты остаешься в шоу дальше, имея актив в желтую карточку. СМЕХАЕТСЯ Хочу ли я этого? СМЕХАЕТСЯ А давайте, знаете, что сделаем? СМЕХАЕТСЯ А давайте начнем играть! СМЕХАЕТСЯ СМЕХАЕТСЯ Пускай мне сисек не дано, но так легко Моим плечам... Я думал, это колонка говорит. Вот я надену свой пуш-ап, и ближе ты! И ближе ты! Но знай, что только много там внутри пустоты! Пустоты! И ближе ты! И ближе ты! И ближе ты! Это какая-то персональная атака на него? Я случайно. Это порыв. Я начал убегать от нее. Потому что я понял, что если я еще секунду посмотрю на ее потрясающее актерское лицо, мне трындец. Здесь кто-то сказал, что Россия не вперед! Как ты скотина! Здравствуйте! Здорово! СМЕХАЕТСЯ Городские черти тепличные! Ну что, рассаживаемся, я с гостинцами! Давайте посмотрим! Садись, червяк! Не пиздам! Как только зашел Дима в этом костюме, я подумала, блядь, нет! Ну все, мне сразу стало плохо! Липа! Липа! Кто возьмет? Дуа! Дуа! Липа! Вот она! Погнали! Так! Девочкам метку пососать! Можно я? Я люблю! Я не люблю мед! Он полезный! Я такое не люблю! Ну, метку! Давай нет! Давай нет! Пожалуйста! Давай нет! Хочу бы не пососать! Мне полезный! Я могу пососать! Нормально! А чего ты раньше не говорился, отец? А нет! Палец отрубать теперь нахуй! Ладно! Ой, ты зашло! Что? Орешки! Леша! Понятно, кому кончать сегодня понял! Так! Проработанность образа 10 из 10! Еще раз повторяю! Три ножа! Он был босиком! Адидасовские штаны! Но его футболка с волком! Это разъем! Белка не хватает! Ух ты! Надо долбоснуть! Правильно? Я была не готова! Ну, давай! О-о-о! А что за желтком? Хороший! А это очень полезно! Что за желтком-то? Куда ты городишь? Хочешь сказать, что я пидор или что? Ну да! Ну нет! Нет! Не совсем! Я вообще, ну как бы, осуждаю! А что, Олесе насморк или что за хуйня? Это была конкретная атака в Олесю! Это все шло к тому, чтобы Олеся развалилась! Дай мне одно тоже! Я просто не понимаю! Да! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ебана в рот! Ладно! Все! Все поели! А вы видели? Человек со скорлупой яйцо съел! Он когда похудел, он вообще ебнулся! С этими яйцами! Вот хорошо меня такое не веселит! Надо это! Мое уважение, Михаил! Братвей из деревни расписаться на фоточках! Какое уважение? Тут, блядь, врача надо звать! Передергивать! Надюху нравится, где ты в сене! Особенно в сене! Она просто не дышала! В какой-то момент я думала, либо она в обморок упадет! Либо лопнет! А самое наше любимое, это где ты солнце лижешь! Это охуенно! Так! Так! Катюшкины! Это я подписала тогда, что я солнцеед! И считала, что я пиздец креатива! Нормально! Катюш! Вот это все мы, конечно... Это мое любимое! Дрочим я это называю! На-ка! Распишись! Давай, давай! Рандомное имя любое! Это я отдыхала на сардинке! Я готова! Я готова! А ну! А есть ручка? Олесины не могу выбрать! Кто-нибудь выберите! Покажи мне! Вот это самая сочная! Честно говорю! Но! Тут много красивых! Но самая заюзанная! Вот она! Вот это! Моя любимая! Я... Я ее называю Растапыра! Смотрите! Блядь! Нахуй! Блядь! 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 Олесика, прости! Олесика! 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 Мы договаривались, что мы не будем сильно атаковать друг друга. Жестоко достаточно. Да? Жестоко. Но это его выбор. Блядь, Олесик, прости, пожалуйста. Ты единственный... СМЕХ Блядь! Я тебя выпил! Да! Ебать! СМЕХ СМЕХ Блядь, Олесик, я только сейчас это понял! Я думал, ебать мы сейчас вдвоем зато... Так, ну мне надо вот эту сохранить. Мало того, что я выбил, ты ее выбил и сам вернулся. Блядь! А, да? Просто какой-то человечек. Ради прикола, если надо кого-то подставить, я это прощаю. Вы охуеет, что за типы. Это просто пиздец. Я смотрю, я говорю, как это возможно? Как можно? А смешные были вещи? А то мы уже тут атрофировались. Олесь, так долго мы тебя в кадре не держали никогда. СМЕХ У нас в шоу есть такая опция. Когда человек вылетает, если он уверен в том, что зайдя сюда в локацию, он заработает на ком-то желтую карточку, то этот человек остается в шоу в активе с желтой карточкой. Собственно говоря, за три минуты Дима справился, он заработал желтую карточку на ком-то из вас. Ну и, собственно говоря, он остается с желтой карточкой. Во-первых, давайте его поздравим с этим. Ура! О-о-о! Это круто! Мы ждали тебя! Дима Журавлев, желтая карточка. Одна есть. Да, я была рада, что Дима вернулся. Но он какой-то классный, он еще по энергетике классный. Теперь давайте посмотрим на повтор. Внимание на экран. О-о-о! Блядь, моя малышка, прости, Олеся! Олеся, желтая карточка, тебе ты была действительно раньше. Это вторая твоя желтая карточка. Красная. Вот такие вот вы, друзья и коллеги. Олеся, я быстро, я сейчас свернусь. СМЕХ Ребят, счастливо оставайтесь. Все по чесноку, на самом деле. Он ее вывел на эмоции, и все, видишь, как получилось. Спасибо тебе большое, я тебя пользуюсь. Молодец, ребята! Молодец! Колитесь уже! Ты прекрасный! Мне обидно, потому что мы так долго не смеялись. Мы выдержали столько, блядь, столько жестких каких-то кринжовых вещей. На наших глазах трахали курицу. Человек вывалил яйцо. Я старалась, что-то старалась, дышала, дышала, дышала. Но в момент все, это уже просто было невозможно. Вот. Ну, мне бедновато. Вот ты какой! Привет, брат! Сидеть! Давайте караоке попоем. Вот это неплохо. Нормальные песенки. Нормально. Попробуй аккуратненько. А ну-ка, Мишаня. Кабанек или как тебя? Я забыл. Кабанюня. Кабанюня. Да. Ну да. Можно по два человека петь. Константискать. Ну что, попоем. Песню вы знаете про деревеньку. Наверняка у вас есть и родные, и близкие. И близкие. И родные. И родные. Можно нам слова? Вы все сейчас тянетесь. Подпевайте со мной. Легкая песня. Реально за земли. Давайте только все поем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вступлю. АПЛОДИСМЕНТЫ Эта песня не про мое село. И не про какое это село. Это была песня переделана только ради того, чтобы вызвать смех. ДЕРЕВНЯ МОЯ. ДЕРЕВНЯ МОЯ. ДЕРЕВНЯ МОЯ. ДЕРЕВЯННАЯ ДАЛЬНЯЯ. ДЕРЕВЯННАЯ МОЯ. ПЕСНЯ В ЛЕКОМ МОДОЩЕ ЗАДКА АПЛОДИСМЕНТЫ ЦИТСКИ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА -"Димин голос", это просто мед. Когда он поет, я всегда представляю старую, добрую бабушку. Такая с ямочками, такая очень добрая. И когда я разворачиваюсь и вижу в его лице такую же старую, добрую бабушку, которую я представлял, мне от этого вдвойне смешно. Родная моя, Гирирейнка, Голгориница. А есть черт где-то, блядь? В заброшенном хате Растет она шаг. Едет дед кобылу Сини за кольцей. Дед елет старушку, что-то такое. Я это как только увидел, я понял, что мне конец. А я все не еду, не лапиваю. СМЕХ 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 Я, я, это я. СМЕХ Блядь, это было так акуленно и так неожиданно. Шикарная была композиция, отлично попели. Мне понравилось, я бы и в обычном караоке такое попел. СМЕХ 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 Катя ебнулась, я... СМЕХ Зачем я смотрел на экран вообще? СМЕХ 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 Он без микрофона, он не пел. Он сидел, слушал, в этом была его ошибка. СМЕХ СМЕХ Ой, блядь. СМЕХ 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 Вы легенды. Я там провел ровно столько, сколько и должен был. Я не устал, получил колоссальные эмоции. Не настрадался, как другие чуваки. На этом было не стыдно вылететь. Все, готовы? СМЕХ Не хотите? О! Ох, скотина пришла, смотри. Эмарь ебаный. СМЕХ Я обожаю Леху. Я говорил, что это мой криптонит. Я всегда ржу. Это эмо-бой. Эмо, блядь. Все пошло так от шельного. Эмо, эмо, пидорская челка. Эмо, эмо, ты похож на телку. Всем привет. Диман, по идее, такой, как ты, в таком образе, должен пизды ему дать. Не думая о чем. А нихуя, мы в деревне толерантные, почти у вас, пидорасы. Понял. Ты помнишь, я твоя одноклассница, Ира? Или ты хуй с горы? Угу. А ты сможешь погроулить? Да не мешайте им разговаривать! Не мешайте разговаривать! Я спросил, да. Как твои вены зажили? Ты помнишь меня, твоя одноклассница? Юлька. Я помню. Юля. Юля, помнишь меня, твоя одноклассница? Помнишь, мы с тобой вдвоем ебались на трубах? Помнишь? Помнишь, мы с тобой вдвоем? В феврале, да? В феврале, помнишь? Да. Мне очень рада тебя видеть. Мне очень смешно все вот это ностальгическое, типа то, что раньше было. Помнишь, ты один из нас тоже был, когда у тебя волосы были, помнишь? Ну, это было очень давно. Когда к нам вернешься? А уже не получится. Уже не получится. Очень хотелось бы просто видеть. Ну, что вы без меня вообще не можете? Папа, русский таракон. Вот эта вот подача. Мне сразу было смешно, но не сильно, не в упор, потому что атака была не в меня, она была рассеянная, поэтому мне было нормально. Не, реально. Я думал, это вас откликнется внутри, но вы, видимо, вообще из другой эпохи. Не-не-не. Какой из другой? Не на битчеве очень. Не охуенно. Я даже песню про тебя спел. Ты что? А я добила песню. Эмма, эмма, пирожская челка. Эмма, 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 ты похож на телку, пожалуйста. Все за тебя будут. Классиковые. Не расстраивайся. Нормально. Слушайте, мы так дружно сели. Да, за стол охуенно. Я вообще тебе иду. Круто. Ну а что есть? Да. Кто что есть? Блядь, они пиздец похожи, скажи. Я не смотрю на Мишу. Сильно же похожи. Тогда он в париках. Любой парик, который на меня надевают, он всегда по-уебищному выглядит. Мне катастрофически не идут волосы. Константин, а можете попробовать? Я нормально приготов... Это нормально приготовлено вообще? Я просто уже половину съел. Просто попробуйте. Ну, на вид неплохо. Ну, просто ложечку попробуйте. А есть чистая ложка? Да нет. Вот это вот? Ну, бульончик жиденький. Да. Да. Не советую. Смотри, три дня по носу, наверное, смерть. Не, ну, стрёмно приготовлено или так? Ну, конечно, стрёмно. Если это харчо, ты харчо заказываешь? Это, я думаю, что это рассольник, но тут нихуя нет. Блин, он какое-то вот такое существо, которое вот... Оно всегда как будто грустное и всегда доброе. Вот у него такой... Вот он ходит. А, рассольник? Да. Здесь вообще нихуя нет ничего. Ну да, да, типа... Ну ты уже что-то съел, давай уже похуй ешь. Какая разница, подумаешь, что-нибудь отвалится? Ты почему ничего не ешься? Я вообще ей не заказывался, ничего. Ну, время-то уже позднее. Отойдет меня. Уже с шести не ем. Я ем после десяти. Сука! 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 У-у-у-у! СМЕХ! СМЕХ! Мне нельзя смотреть на Мишу в парике! Он идет специально ко мне, скотина! Если честно, я вышел, я знал, что это не зайдет мне. Ой, скотина, бляха, муха. Я уже жую, я уже думаю о другом. Села ко мне чучело, блин. А что ты говорила? Да просто села Катя, говорю, ты бегу! СМЕХ Просто доебался. Просто ему катастрофически не идут волосы никакие. И меня это всегда веселило. Я представляю, каково это было Кате, когда он в сантиметрах от нее сидел и делал вот так. Причем ты вообще не представляешь Мишу с волосами уже вообще никак. СМЕХ СМЕХ Сволочь такая. Ну а дед выбил соседка сетки. СМЕХ У тебя желтая была? Нет. Да, вы в париках реально похожи сейчас, блядя, сильно. Он закрывает лицо. Да как, блядь, на кого угодно его надень? Я на самом деле просто это схватил вообще. Я даже везде не вышел и не знал, что делать. Слушайте, ну это так спокойно было все. Вы так успокоились. Я не знала по себе, блин. Очень размеренно. Да, очень размеренно. Вот там не отрывайтесь, давай посмотрим просто. Я жевала изо всех сил. А я тебя училить. СМЕХ Я даже не обратил внимания, как поворачиваюсь с Катей. Просто ва-а-а, начинает бить по столу. Такой серьезный, какая ты поломалась просто. Екатерина Маргунова, первая. Спасибо. Первая желтая карточка. Добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ Я молодцом пока. Нет, она у меня остается. У тебя. Показал тебе. Ты вообще. Все. Я ему еще сначала пыталась здесь держать. Говорю, а то идет у меня шея на нем никак. Вы заметили Надю? А это кто, Олеся, что ли? Бля, Надя переодета нахуй, нет? Ну, она в лосинах как минимум стала. Как минимум. Пиздец, сейчас будет что-то арабическое. Говорит фитнес. Да нет, ничего не будет. А, там какая-то тема в попе. Вы поели, у вас нормально все? Да. Не, у меня тоже сейчас уже нормально. Угу. До этого просто... Угу. Ну, уже все, уже ок. Я за прикол всегда. Если нужно чем-то пожертвовать ради прикола, я жертвую. Да, не очень комфортно я сейчас. Но зато тепло. Да. И там еще деревья хорошо расти. Знаете, там еще деревья хорошо расти будут. Нет. Ну, у тебя было, что-то крутило, но окно. Ну, единственное... Слушай, что не посади. Да. Шеф! Подбросишь? Куда? Куда-нибудь. А? Что ты засвистел, брат? Кабанюня. Кабанюня засвистел? Кабанюнечка? Кабанюня! Кабанюнечка моя. Кабанюнечка, кабанюнька. Кабанюня-нюня-нюня. А знаешь, что можно сделать? СИРЕНА Кто? Просто начинаешь подозревать себя каждый раз. Потому что непроизвольно мог уже улыбнуться. Кто это? Блядь, кто засмеялся? Я вроде нет. Не знаю. Дядя Костя? Ноу. Ноу? Кажется. Железобетон? Система считала улыбку. Кому-то приходит пизда. Продолжайте стиховы. Ну, у нас половина на половину, да, получается? А, Наня, у тебя есть желтая? Нет. У тебя нет. У четверых нет желтых. У четверых нет желтых, и у четверых есть, да? Давайте посмотрим, что система считала за улыбку. СМЕХ 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 Это первая? Да. Первая желтая карточка Михаила Стагниенко. Миша, Миша, это из-за меня? Йес! Я такая... Ура! Что будет дальше, я не знаю. Когда и Ивлев, и Миша вначале получают карточки, это, конечно, по сути, фавориты этого сезона. Друзья! Да! Сейчас мы с вами поиграем в очень интересную игру. Будем играть в свадьбу. ВЗРЫВ Это очень по мне. Я люблю такое. Итак... Катя Моргунова, невеста. Михаил Стагниенко, жених. Надя Джабраилова, тамада, которая на ходу сочиняет конкурсы. Сатир, Егор Крид, который очень неловко выпрашивает гонорар. Саша Пташинчук, друг подружки невесты, которая ни хрена не одупляет, где он находится и кто это все люди. Журавлев, дедушка невесты, который делает ненужные ответвления в повествовании. Ивлев, дед, который критикует накрытый стол. И Леша Шальнов, дядя жениха, который выпил перед свадьбой. Готовы? Поехали. Ну что ж, добрый вечер, вечер, вечер. Спасибо, что вы все сегодня здесь собрались за нашим круглым столом. Держи. Давайте приветствуем тех, ради кого мы сегодня здесь. Это наш жених. Ты обоссал... И наша прекрасная, не побоюсь этого слова, невеста. Он обоссался! Я выбрал тактику такую. Буду играть пьяно, так проще не смотреть им в глаза. Мишечка, я не хочу тебя... Миша! Это не праздник, это конфета, ёб твою мать. Какая конфета? Где ты видишь конфеты? Я говорю, давайте чё-по-чё-псосать. Дорогие наши гости, это яичко – символ вашей любви. В нём находится ваша любовь. Обращайтесь с ним аккуратно. Что вам нужно сделать? Нашим гостям нужно взять это яичко в рот и передавать его в рот своего соседа по кругу. Итак, начинаем! Я так и залетела, не надо! Вы сейчас залетите, и на тебя наденем мы. Начинаем, начинай. Миша, это просто пиздец. Давай, давай. Это не пиздец, это трапиздец. Кто это такое вообще? Что такое? Что, сынок? А, ничего. Значит, так. Это какой-то порожняк! Ну, блин! Есть другое? Это шляпа! А где? Извините за мой французский! Это шляпа! Ребят, при всём уважении, я могу съебаться. Я вас не знаю. Нет! Сидеть! Можно я кое-что скажу? Мне важно кое-что сказать. Можно я кое-что скажу? Блин, я реально не гей. Если что, я реально не гей точно. Докажи! Сто процентов. И я не понимаю, почему вместо гонорара мне в качестве гонорара дали эту штуку. Я реально не вдупляю. Если вы подумали, что я гей, это вообще точно не так. Егор Крид не был похож в моём исполнении на Егора Крида. Мне нужно больше репетиций, больше повторений. Можем ли деньгами? Пожалуйста, мужик. Я вижу, что ты нормальный мужик. Дай мне... Деньга... Блин, я... Да я её... Крутил! Я не брал в рот мясо. Блин, реально. Я не гей. Эта штука мне просто незачем. Реально. Можно деньгами? Пожалуйста. С денежкой. Мы же договаривались. Мы договаривались, что тут деньги. Мы договаривались, что... Вон девочка! Я не привык к таким вещам. Я работаю за предплату. Нет! Блядь! Сука какая ты, бразь, блядь! Блядь, вот это пиздец. Что это за атаки? Атака за... Волна за волнующие. Блядь, Катя супер! Этот, блядь, плюнул на себя, блядь! Во что, мы превратились, блядь! Мне обидно ещё рябцом заплачивать. Я даже сказала... Господи, как жарко! У тебя штаны! Химчистка штановсти! Блядь! Лёша! Будешь мне... Катя, смешно! Я так залетела! А это же белок. И желток! Я говорю, вон твоя девочка! А он... Всё! Мне не надо было на него смотреть! О, боже мой! Блядь! СМЕХ А, не ты? СМЕХ Я... СМЕХ Я на себе... Сука! Девушка, а вон она лежит! Я понимаю, что я смотрю на него, а он лежит с такой рожей! Просто он... И всё, я колюсь! Катя, это вторая у тебя? Да! Это вторая жёлтая карточка у Кати Маргуновой! Мы поздравляем! Ты была просто великолепна! Она на грустной ноте упустила! Ещё в ряде с ними! Все твои... Осталась одна... Одна её ботранная! Все атаки в твою сторону были просто уморительными! Катя Маргудов, вторая жёлтая карточка! Красная карточка! Катя покидает наш проект! Пока! Эти аплодисменты тебе! Я изначально понимала, что я не выиграю! Я была уверена, что я не выиграю! Потому что, ну, как бы, здесь нужен какой-то дополнительный навык и скилл, чтобы полностью дойти до конца, ни разу не засмеявшись! Это сто процентов! Ребята, не раздевайтесь, не раздевайтесь! В эту активность мы продолжим играть! Но случилось следующее! Невеста умерла прямо на свадьбе! Блядь! Ебать! Готовы? Поехали! Разрешите сообщить, приспорную новость! Невесты с нами больше нет! И слава богу! Кто тоже пил этот самогон? Блядь, что за тиздец! Почему? Что за сюр? Возможно, скоро убудут еще люди! Но праздник продолжается! Поэтому наполняем свои бокалы чем-то другим! Например, котлетой! Это мой премесик! Кто отдаст мне гонорар? Главное, жениху не говорите! Миша, Миша, ты как жених только узнал, что невеста умерла, Миша начинает хвалить минет невесты, но без грязи! Что вы можете сказать о вашей супруге? Какие-то хорошие, теплые слова? СМЕХ Если честно, первый раз я напугался. Он как пропал, получается. Потом мне объяснили, что это не все могут. Оральные утихи стали частью нашего уклада. СМЕХ Поэтому... СМЕХ 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 Ну ладно, все! СМЕХ А как вы будете смотреть на то, что я пока она еще теплая? Ну, попрощаться... Ну, похвалить меня без грязных слов довольно сложно на самом деле. Вы бы знали, как там тепло и что нужно говорить. СМЕХ Спасибо за эти теплые слова. Присядьте, просто не пейте больше этот собакон. Собак... Собакон. 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 СМЕХ И... И очень она... Она была такой намытой! Это, мне кажется, было самое смешное. Когда ты еще понимаешь, что стоит качок надувной, и, соответственно, таким голосом всю эту историю делает, это, конечно, браво. СМЕХ Насмерть мытая! СКРИПЕЛО! А ты, блядь! Главное, запах! Я захожу... Чу! Натирается... Натирается! Чистая! Вот еще случай был. Вот. Значит, ее кто-то пер, а я, значит, захожу в комнату. СМЕХ Нет, там был толстый такой, но лысый тоже. Ты же! Ух ты, уебан! Блядь! И она лежит! Все изгибы такие! Тоже кру... крутецкие! Я, значит, быстро за камеру! Нафоткал, нафоткал, нафоткал! Ну, чтоб запомнить! Чтоб запомнить! Я же это не для дрочки! Вы поймите! Ну, когда он заметил, что Надя больше всего избегает с ним контакта, пытается отстраниться, он начал сильно в нее шмалять. Ну, как это, знаешь, на рыбалке подцепил и давай... Я же этого своего гусята когда последний раз придушивал? Да когда же он меня колосился-то? Я заголовку раз, ноль, внимание! Я еще в кулачок сожмал, сожмал! Как эспандер его! Тудым-сюдым, тудым-сюдым! И ерошу, и ерошу! И ерошу, и ерошу! Боженька, давай-давай! Боженька, давай-давай-давай-давай! Блядь! Тоже там был такой момент на грани сильно, я чуть не поломался. Никак! Представляешь! Ни в усопших, ни в уебших! Я не знаю! И ничего главное не происходит! А самое главное, я думаю, надо было кого-нибудь выбрать посимпатичней! Тамада слушает! А? А? Тамада слушает, не уходит! Какую-нибудь, может быть, даже Лайзу Минелли! На нее драчнуть разок! Или там кого послаще! Ириночку Михайлову, допустим! Нет, вот! Куполес! А вот, знаете, я всегда говорил, не носи ношеное, не еби брошенное! Поэтому я Кайзи не ногой! А она мне, значит, такая и говорит! Вот мой вареник! Позавтракай, парень удалой! Мы тогда почему-то в костюмах были на утреннике! Ну и вот! Я, значит, к ней подхожу! Говорю! Ну что, где там твоя щель? Дай нос погреть! Зимой дело было! СМЕХ 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 Я думал, когда у тебя... СМЕХ СМЕХ Блин! Блин, не больно! СМЕХ СМЕХ Это убийство было, когда Дима начал дедом болтать. Если ты в эту чушь начинаешь чуть-чуть хотя бы вслушиваться, все... От этого невозможно удержаться. Блин, я думаю, когда у него закончатся слова... СМЕХ 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 А ты первый разъебался или он? Ой, блядь, ну мне первый разъебался. Ой, ребята! СМЕХ 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 Блядь, ну это невозможно! Блядь, как это классно! Я на самом деле увидел Мишу, он начинает разъебаться, и мне пиздать. СМЕХ Блядь, Надь, прости, пожалуйста. Это было очень тяжело. Когда над тобой вот так стоят, и что бы человек ни делал, тебе все равно смешно. Блядь, что за хуя! Зимой дело было! Ай, блядь! Я такой чувствую! Щель погреть! Довольно погреть! СМЕХ Блядь! Охуя так долго, блядь! СМЕХ Я весь кончился, нахуй! Ой, сука, смешно! СМЕХ СМЕХ Блядь, реально больно, нахуй! СМЕХ Подождите! Как сами думаете, кто был первым? Бля, мне показалось, Димас сам себя разъебал. Я вот так вот... СМЕХ Я услышал Мишу с краю. Я не знаю, я Диму не видел. Но ты петуха дал вообще. СМЕХ Блядь! Смотрим. Очень много повторов. СМЕХ Начнем с Нади. Опа. Раз. Нет, это уже было когда кто-то. Это я точно после сделала, я помню. СМЕХ Блядь, яйца! Я скорлупу жирала! СМЕХ Ой, жесть! СМЕХ Кто был до тебя, ты помнишь, Надя? Ну, Дима разъебался, потом Миша, я такая, ну, уже можно. Мне показалось, что Миша первый, если честно. СМЕХ 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 Как ты сильно разъебался, Миша! СМЕХ Максимально! СМЕХ СМЕХ Без шансов вообще. СМЕХ СМЕХ Бля, как у него щека надувается. Высмел. СМЕХ Аж бог смел. СМЕХ 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 Опа! О-о-о-о! Опа! Ебать, вот это лицо! Опа! Ох ты! Так Дима был позже всех вас, получается. Серьезно? Охуеть! Хорош! Бля, ничего себе! Каждый раз, когда звучал гонг, я говорил, ну, вот все. Это за мной точно. Вот это точно за мной. И как-то так прокатывало. Вообще. Я заговоренный. По тайм-коду. Первый смеялся Михаил. Вторая посмеялась Надя. И третий посмеялся только. Дима уже был в середине. Зимой дело было. Так что, Михаил, желтая карточка. Она у вас? Вторая. Вторая. Это красная. О-о-о! Более разбираетесь. Да. Более чем. Михаил. Братик! Спасибо огромное. О-о-о! Это было тяжело. На самом деле, думал, что пройдет дольше. Я видел в нем соперника посерьезнее. Я видел в нем чуть ли не финалиста. Но он вылетел пораньше. Что ж, бог ему судья. Да обидно. Обидно. Причем за первую желтую карточку. Там можно было перетерпеть. На второй раз без шансов. Но там я брызнул прямо. Журавлев, сука. Смешной. По-моему, самый сильный игрок сейчас из Оставки. Это Шельнов Леха. У него даже ни одной желтой карточки нет. Он прям кремень. А что мы ждем? Играем... Чего прибраться? У нас нету просто никаких... Играем дальше в эту игру. У нас пусть нет никаких женщин. Мы просто... Там что, какой-то желток, блин, разбитый. Какие-то что-то... Какая-то вода. Хотелось прибраться. Тук-тук-тук! Блядь. Ух ты. Это кто? Неужели вы думали, что я вас оставлю без эзотерического сеанса? О, это Олеся Иванович. Ой, она вылилась. Здравствуйте. Я тебя не узнал, кстати. Здравствуйте. Блядь, выход Олеси. Как это пережить вообще? Как пережить Олесю? Ну, конечно, она пришла в этом образе. Время пошло. Ребят, я подготовила для вас сюрприз. Я хочу продемонстрировать вам чудеса эзотерики. Вот смотрите, вот у меня такой домовенок. Вот у меня такая волшебная палочка. И вот я. Я сейчас буду вызывать гнома-матершинника. Вы знаете такого? Да, да, да. Саша Муротов. Да. Эльдар Джарахов. Вот так вот я его буду вызывать. Гном-матершинник. Нет, он так не хочет. Надо вместе. О! Слышите? Чувствуете? Кто-то играет в дамбре. Он идет? Началось. Дамбре. Смотрите, я буду ловить его на эту волшебную мохнатую пчелку. И если она зашевелится, значит, он пришел. Я начинаю говорить заклинание. Гном-злобный дух гномии. Обделенный, приходи, нас всех обматери. Самое смешное для меня это была музыка. Она у меня так не сочеталась в этот момент, что она вызывает матного гномика под какую-то музыку из фильма Троя. ГОВОРИТ ПО-УКИ 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 Гном матершинник, ты слышишь меня? Гном матершинник, ты услышал меня? Иди нахуй! Кусай за хуй! Блядь! Блядь, малыш! Он очень смешно дул щеки, чтобы не ржать. Он прям наполнял их, как будто он пробует очередное блюдо своих подопечных. Блядь! Эта сучка выходит и у нее подкладки под сиськи специально, блядь, в разные стороны. Блядь, я просто от этого что-то неправильно надела, блядь, пушапу. Хотя не размотала эту музыку. Блядь, это специально или нет? Да! Блядь, я охуел, вот так два соска и вот так соски в разные стороны, блядь! Ебаный рот, Олеська! Ну что, Константин? Давайте посмотрим. Блядь! Блядь, дитя нахуй нам смешно! СМЕХУЛЯТСЯ ХУДОЙ! СМЕХУЛЯТСЯ ХУДОЙ! СМЕХУЛЯТСЯ Как можно рассмешить дядю Костю? Потому что я пытался его атаковать какими-то разговорами. Ну, не атаковать прям, пиздец, это громко сказано. Но просто как-то с ним взаимодействовать, беседовать, что-то нащупать. Но вообще никто из нас, а вот гномик-матершинник справился с этой задачей. Константин Ивлев, вторая желтая карточка. Это красная, мы прощаемся с вами. Константин, прощите! Выбились в сидер. Я не знаю, что со мной произошло, но я могу сказать, что мне не стыдно было вылетать, как пробка из шампанского, потому что я оборжался вот, наверное, за эту там минуту, да, то есть у меня аж слезы пошли, понимаешь? У меня, видать, накопительный эффект произошел. И вот меня просто разорвало. Блядь, держался как столько мог. Олеся Иванченко остается здесь. Она заработала в течение трех минут желтую карточку. Выбила игрока. С желтой карточкой остается Олеся Иванченко. Мы продолжаем. Я вышла своей заготовкой, я выбила Ивлева. И все, и дальше я вернулась в игру. Готовы, играем! Гномик! Гномик! Гномик, ты здесь? Ребята, ребята! Ребят! Гномик! И на связи? Еще будет гномик? Гномик! Я просто чувствую сущность в виде гномика. Ты еще тут, блядь? Я здесь! Ах ты, гандон, пиздюк, ебаный! Я здесь, гномик! Урод! Свой рот закрой! Ты заткнись там, слышишь? Чемпион лиги старт! Ебало, завали! Ты что, переделываешь голоса на лету нахуй? Олеся, отъебись от меня, пожалуйста! Хватит меня вызывать! А он появится? Гномик, мы можем... Это ленивец ледникового периода! Это же дух! Мы можем, пожалуйста, как-то пообщаться с ребятами? Они не хотят смеяться! Я не хочу общаться! Можно от меня отъебаться и все! А подойди вот к сатиру! Ты слева? Гномик, ты слева? Привет, сатир! Я чувствую тебя! Я больше не могу! Я Вэнсдэй нахуй! Вэнсдэй из меня, мне кажется, отличная получилась. По-моему, Пташинчук был готов от Вэнсдэй разъебаться. СМЕХАЕТСЯ Блядь, какой он пидарас в натуре! Он козел, скотина, тварь! Дэнс-дэнс-дэнс СМЕХАЕТСЯ 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 С этими ебаными косичками... Танец, блядь, как смешно. Дэнс-дэнс-дэнс-дэнс Да вы тут все ебанаты, что ли? Пошел ты нахер! Понял? Гномик, что мы наделали? Гномик, а подойди, пожалуйста, к Саше Пташинчуку. Ты чувствуешь его? Да, слушаю, визу его. Саса? Да, брат? Как хоккей? Не твое дело, нахуй. Нормально. Нельзя грубить гномику! Вы какие-то все злобные! Не надо грубить! А, ты добрый? Я злобный слой! Хуя себе, ты мудерсыник, вообще! Слушайте, давайте все три раза крикнем, пизда, тупая, уходи! И Олесу прогоним, потому что я больше не могу! Ну давайте! Только будем дружиться! Пизда, тупая, уходи! Только громко! Давай, три-четыре! Пизда, тупая, уходи! Пизда, тупая, уходи! Пизда, тупая, уходи! Ну ладно! Слушайте, было здорово! Можно мне просто приятно и все раз три раза? Не, устал я. Ну это так смешно, что он решил, я манипулирую. Короче, да, было смешно, но там я и прятался в громком голосе. Пизда, тупая, уходи! Как гулянно! Все, пока! Пока, гномик, на связи на циферках! Мне всегда весело, когда с вот каменным лицом делают какую-то вот, ну, чушь. Паркур! 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 то, что они сейчас это все делают, это в два раза смешнее, когда не заготовка, а просто импровизация какая-то. Я думала, мальчишки дураки, мальчишки-артисты. Все, я в порядке. Диман, может, это я тебя попарю? Давай, брат. Ложись. Только меня в щадящем режиме, через майку, ладно? Конечно, ложись. Тебя как, по попе бить? Обижай. Темечко прогревать тебе? Нормально. Фух, теперь ты меня. Что, как, температура нормальная? Температура нормальная? Температурочка нормальная. Давай, давай по-нашенски. А теперь покажем, как работают профессионалы. Прожми мне булочки. И поехали. Ой, хорошо. Первые пошли. Ой, хорошо. Ножки, стопочки, стопочки. Подожди, первые пошли. И теперь вот так нарабатываем. Понял? Давайте что-нибудь общее поделаем. Как вам такая? Нарабатываем и сверху забираем. Ой, хорошо. Сверху забираем и кладем. Спасибо тебе, родненький. И поехали еще. И поехали, поехали. Ой, хорошо, хорошо. Сейчас, сейчас. Это лиственница? И поехали. И штанишки приспускаю. Вот, вот, вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, хорошо, хорошо. Ты не против? Нет. Тем более служили вместе. Ой, хорошо, хорошо. Аккуратненько. Ой, хорошо. Я чуть-чуть за волосы. Вот, держи. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Нормально? Да, спасибо. По температуре? Да, супер. Можно палец в рот, пожалуйста? Нет, все, хватит, наверное. Подожди, ты что, быстро не вставай. Надо прогреться. Хорошо. Все. Готов, как новенький. Ух ты, Дима, сука. Леша также в комедии попал. Ух ты, Дима, сука. Ой, это был прикол. Я в какой-то момент слушал, как Дима несет этот поток бреда, и думал, ну когда же, когда же это закончится? А он все не заканчивался и не заканчивался. А у кого такая кличка была в детстве? Я пидорас. Пидорас? Никогда меня никто так не называл. Но я почему-то думал, что будет смешно, и я увидел в глазах некоторых людей, например, Саши, и это чуть не сработало на меня самого. А у тебя, Санька? Я пидорас, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А у тебя, Сань, какая? У меня была Зюзик. Интересно. Зюзик. Почему? А почему, кстати, пидорас? Я сам даже не знаю. Это от фамилии. А у меня был Укуриный. Прикиньте? У меня большие глаза были в детстве, и меня прозвали Укуриный, и я потом челу пизды дал, такой нахуй въебал расколошматик. У тебя погоняло было Укуриным? За то, что он тебя назвал Укуриным? А ты же реально тогда был Укуриный? Нет, мне было шесть лет. И ты ему нереально пизды дал в шесть лет? Да, я помню, у меня батя с балкона смотрит. А он в десятом был? Батя с балкона смотрит, и он идет мне в затылок и говорит Укуриный, Укуриный, Укуриный. И я как развернулся, как шлепнул нахуй. Леш, а у тебя в Камеди Клаб какая посередине кличка? Какое слово там? Алексей Зверь Шальнов. Зверь. Алексей Укуриный Шальнов? А до сих пор в Камеди есть клички? Ну, у некоторых, да. А давайте Наде и Джабраилову придумаем. Давайте придумаем мне. Надя-паштет Джабраилова. Не, сестренка надо добавить. Сестренка? Да. Сестренка. Что получил с Надей сестренка Джабраилова? Ну, там смешно было. Надя сестренка Джабраилова. Вот это вот. Я чуть не засмеялась. А почему Тимур каштан, блядь, батрудин? Ну, это хуйня какая. Он мне рассказывал. Он подавился в детстве каштана. Он мне рассказывал, что у него просто хуевая фантазия. Нет, а вы знаете, на самом деле, почему каштан? Почему? Потому что его в детстве одноклассники до дома ногой пинали. Это было хорошо. Это было хорошо. Это, наверное, был такой третий, не знаю, четвертый момент, когда я вот еле сдержался. Это было очень-очень-очень смешно. А давайте сейчас всем хвалить красоту Нади, только вместо гласных использовать йо. Во всех словах вместо гласных говорим йо. Ёбёщая. Типа Надя, Надя, крё-сё-ве-е. Надечка. Надя. Я хочу твое небо лезать. Надя, ты мёляя. По очереди, по очереди. Надя, ты мёляя. Извините. Только не лё-зять, а лё-зить. 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 Ты сёкси. Сёксё. Ты сёксё. Тётя Коя... Ой, ой. Тётя Коя... А где? А где гласные тут? Ну, это не по-человечески. Так нельзя. Ну, это очень смешно. Тётя Коя... Тётя? Блядь. Тётя Коя... Блядь. 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 Ты слёсочка! Слёсочка! Слёсочка такая. А что ты хотел сказать? Си-и. Си-и? Си-и. Си-и. Малышка! СИГНАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Вся самая тупая тупость меня смешит сильнее любого подготовленного прикола. Все, мне тяжело стало. С чего? С чего? С какого? Шелёсичка. СИГНАЛИЗАЦИЯ 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 Нет, ладно. Про каштан смешная шутка. Дома пинают, я чуть не разъебался. СИГНАЛИЗАЦИЯ 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 Внимание на экран. Да ладно, ну какой экран? СИГНАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Если бы были такие атаки на меня, я бы уже раскололась давным-давно. Надя красотка. Надь, это твоя первая? Это первая жёлтая карточка. Первая? Да. Я не пожалела, что я там посмеялась, потому что это качественный смешной действительно прикол. Ребята, мы продолжаем. Садитесь, пожалуйста, перед сценой. Прям вот в один рядок садитесь. Для вас приготовлен сюрприз. Очень-очень-очень интересный. А ну-ка, как вы улыбаетесь? Ну-ка. Ты что, Анна, за идиотов тут всех держишь? А я чуть не улыбнулась, если честно. Потом, когда я уже с жёлтой карточкой ходила, я такая, ну всё, больше... В следующий раз я такая... В следующий раз я засмеюсь только на чём-то очень смешном, если я это прям пообещала. Бля, я боюсь. Встречайте театральную постановку! Бля, нет. Это разъёмки. Борис Зелегер. Добрый вечер. Боря, привет. Мне стало страшно, когда я увидела Борю Зелегера. Потому что я знаю, в чём его секретик, так сказать. Серёжа, здорово! Здорово, Кабан! А я смотрю, ты или не ты. Да. А ты, говорят, в центр перебрался? Ну, обосновался. М-м, да. Я смотрю-то, мозоль наел. А у меня тут мозги, чтоб в голову не влезли. СМЕХ СМЕХ Ой, а ты что, всё на Михалыча пашешь? Да. Ты-то большие люди выбился. Ну, у нас бизнес легальный. Мы евробонды в Японию гоним. И ты, Серёжа, давай к нам. Чур чего я помогу. Ну, бабки на первое время нужны. Вот тебе моя карточка. Да, было время. А помнишь, как мы белозёрских завалили? СМЕХ Ай, ладно, братан. Давай, Кабан. Это не из фильма? Не из какого? Отрывок. Если вы не знаете, друзья, это оммаж на кинофильм «Жмурки». Серёжа! Здорово, Кабан! А я смотрю, ты или не ты. Блядь, вот ещё вы сделаете три раза. На шестой, на седьмой раз мне точная пизда. Сто процентов. Я не жилец. А ты, говорят, в центр перебрался? Ну, обосновался. Ну, а я смотрю-то, мазой-то наел. А у меня тут мозги шов в голову не поместились. СМЕХ В этот момент я подумал, что я нахожусь в сумасшедшем доме. Это было настолько не смешно, что это было смешно. Да, было время. А помнишь, как мы белозёрских завалили? СМЕХ Ладно, братан. Давай, Кабан. Серёжа. Кабан! А я смотрю, ты или не ты. Здорово, Кабан. Здорово, братан. Да и что, в центр перебрался? Ну, обосновался. Первый раз они это делают не смешно. Второй раз не смешно. Третий раз не смешно, но уже добавляется вот этот такой шлейф странности, странноватости, что как-то уже немножко что-то начинает внутри рождаться. Ладно, Кабан. Давай, братан. Не надо. Серёжа? Кабан! Да ёбаный рот! Здорово! Кабан! Реально! Вот твою мать! А я смотрю, ты не ты вообще! Ты, говорят, центр переехал. Ну, обосновался! Ох, ебать, а! Раз на седьмой это будет... Четвёртый. Четвёртый. Ну, так что? У меня там просто... Вы сейчас ебать шутку пропустите. Ты матом ругаешься? У меня просто тут мозги... Ебало, завали! А у нас просто... У меня тут мозги, которые в голову не влезли, поняли? Вот! СМЕХАЕТСЯ Я тут вообще... Это было по краю. Прямо сильно-сильно по краю. Типа с каждым разом мне было всё смешнее и смешнее. Так, а ты что всё на Михалыча пашешь? А чем тебе Михалыча-то плохо? Да ёбанат твой Михалыч, ну... Он просто... Он конченый. Он мне... Денег я... Он мне занял. И я... Звонит мне, блядь, каждый день. А евробонды? А евробонды гоним! А евробонды гоним! Куда? Ты прям как будто знаешь. Ну ты смотри, на Михалыча захочешь поработать. Вот тебе карточка моя. О, спасибо! Буду ездить! Спасибо! Давай, брат. А это? Мозоль наел уже? Это давай в другой раз обсудим. Давай, брата. Прошёл год. Серёжа. Ебаный насрал, блядь. Кабан! Серёжа? Кабан! Кабан! А я... Они кармические партнёры. Думают, думают. Они встречаются. И повторяются постоянно. Да, да, да. Четвёртый раз. Вообще уже шансов ещё больше. Насколько это тупо повторять этот этюд раз за разом? Я будто первый этюд в Сочи смотрю. Да. Это... Мы ебанём тоже. Похудел. Я забыл текст уже. Спасибо! Это фитнес? Хули? Нормально. А говорят, это... Михалыч, где? Да Михалыч-то умер уж давно. Михалыч-то отец мой. Ну, настрелялись. Ну, что делать? Ладно, давай. Вы всё время повторяли одинаково. Они начинают менять тексты. Прошло два года. Кабан. Спасибо, парни, вам. Но мы заплатим вам только за один раз. Спасибо большое. Это было гениально. Спасибо, ребята. Спасибо. И слава богу, что это случилось там пять раз. На пятый раз я такой, всё. Азамат меня спас здесь. А хотя знаете что? Давайте все вернёмся на места и ещё один разок прогоните. А мы думали, что не покажем сегодня главное. Давайте ещё один разок прогоним. Ждём, ждём. Думали и не покажем, честно говоря. Слава богу, вы увидите всё. Я даже подальше отойду, ну, для драматизма. Встречайте, Гарик Бульдог Харламов, Тимур Каштан Батрудинов. На сцене комедии. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А, это из стендапа. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Здорово, Кабан. А я главное смотрю, ты или не ты. А ты, говорят, в центр перебрался. Ну, обосновался. Да-а-а. Базуль-то. Наел. А это уж лет двенадцать, как в комедии заметили. А-а-а-а-а-а-а. На Галыгина похож. Ты всё так же евробонды возишь? Да мы евробонды, да, в Японию гоним, потому что я тебя косоглазый. Ну, конечно, если бы один из них забыл свою миниатюри. Мы возим. Мы возим. Мы возим. Так и работаешь, поэтому. Ладно. Давай, Кабан. Давай, братан. Давай. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И мне от этого внутри просто происходили сдвиг тектонических каких-то плит. Если бы они ещё несколько витков сделали, я бы точно раскололся. Опа! Это Миша? Я... Ой. Нет, это не Миша. Сейчас кому-то уебёт стулом сильно. Мой друг Кирилл. Мы поссорились. Он вышел. Я не знал, что он придёт. Он вышел, нашёл меня. Я увёл его девушку. Что происходит? Что происходит? Да ну нахуй! Он не вышел с собой сыт. Он... Ой! Ой-ой-ой! 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 Ну это грязь. Ой-ой-ой! У нас такое не смешно. Ой-ой-ой! А нахуй мы выходим, если так... А это? Да. Брат! Брат, за что? Братан! Пошёл ты нахуй! За какую-то твою пародию, походу. Что-то ты какую-то пародию сделал ебаную. Я думал, если он будет это продолжать, то я точно посыплюсь. Детально рассмотрел каждый вбрызг ему в лицо. Ребят, он его огромным членом обоссал. Обоссал. Огромной елдой. Ты как-то расстроился? Это как-то тебя задело? Мне охуенно! Все. Это просто надо в театральном отучиться, чтобы понимать вот это. У нас на районе так респектуют. У тебя душ такой. Выражают свое уважение. В целом эта активность классная, веселая. Молодец, сатир. Чуть-чуть не считается, Тебя не касается, Что стало теперь со мной, А жизнь продолжается. Хотел сделать просто какую-то дичь маломальскую, которая вызвала бы хоть какие-то эмоции. Чуть-чуть не считается, Теперь мы с тобой друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Не хочу петь. Олесь, все в порядке? Да. Точно? Да. Мне стало плохо. Отчего? Все хорошо? Что такое? Я застрял. Олесь. Отчего? Не забывай последние 15 секунд. Что произошло, Олесь? Помогите. Я увидела, как Леша стукнулся на стол. Лех, я застрял. А как он стукнулся? Неожиданно. Я могу показать из-за вас. Лех, вытащи, я застрял. Олесь, посмотри, пожалуйста, еще раз, чтобы я спросил, Так это случилось или нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот так. Лех. Ну ты рукой хуяришь, да? Типа вот так? А покажи по театральному сатир. В театре все по нас как в жизни. Блядь, это несправедливо. Нет, там же какие-то приемы были, брат. Я была на грани того, чтобы засмеяться, но выдержала в тот раз. Ребят, можно минуточку внимания? Вот она, сука, собака, блядь. Катя, я думал, ты уехала. Давай, вот лисица. Пришла на хуй. Сейчас Катерина имеет в своем загажнике номер. Это романс. Но Катя торопится домой, потому что у нее ребенок маленький. А уже позднее время. И сейчас она попробует вернуться. Если вернется, то вернется. Если нет, то нет. Но очень на это надеется. ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И, блядь, прошло 100 часов, она выходит, блядь, веселая, бодрая. Я такой, пиздец, Катя, ты не уехала? Нет. Зад весь умыт кукурузными крошками. В темных оврагах стояла елда. Боже, какими мы были конспиративно-продуктивно-неэффективными. Как же нам какать хотелось тогда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я обожаю Катю. Катя очень талантливая, смешная девушка. Она очень смешно закатывала глаза, пела, все такое. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Катя! Молодец! Друзья, давайте набираем обороты. Снова садимся перед сценой. Это такая... Да еб твою мать! Ну что поделать? Что поделать? Люди просто хотят и хотят к вам прийти. Быстренько садимся перед сценой. Прямо в метре от сцены садимся. Блять! В метре это 13 хуев сатира получается. Угу. Получается 23. 23 хуяка сатира. Скорее всего, фаер-шоу. Это очень подходит. Хуёк или хуяц? Вот так, присаживайте. Встречайте гостей! ПО-ПО-ПО-ПО-ПО! Блядь, ты здесь все это время была? Да. Блядь. Добрый вечер, здравствуйте. Я представитель бесконтактного боя. Значит, зовут меня Иван. Более известен как Майстер Иван. Человек вышел и не отрывал от меня взгляд. Просто такой... Да, и хотелось бы продемонстрировать вам свое мастерство. Значит, мой лучший ученик. Давайте встретим его. Аплодисменты! У-у-у! Берем, чтобы лучше было. Эй, капитан Джек! Нихуесе как Майк! Кстати, очень стильно выглядит, чувак. Перед вами сейчас номер два по бесконтактному бою в мире. Номер один тоже здесь. Вот, значит, азы, да, простой вообще максимальный удар, который должны знать все. Помним про импульс, что сила собирается где? Правильно, в руке. Опа-на! Я, короче, сидел, утвердился. Это не смешно, это не смешно, они смеются. Короче, это все не смешно. Мне это все не нравится. Мне не смешно, это все не смешно. Давайте более серьезные удары. Давайте попробуем такой удар, как... Где мои деньги-шлюшка? Да, он называется. Где мои деньги-шлюшка? Он его проводится тыльной стороной ладони. Обязательно. Да? Смотрим, запоминай. Обратно. Пробуем. Опа! Где мои деньги-шлюшка? Да? И шлюшка всегда вам приносит деньги. Давайте по очереди каждый пробуем. Вы, сюда. Пошел, Диман. Его бить? Да, ебни ему, ебни. Да он придумал бесконтактный бой. Посмотрите на него. Какой прием показывает? Какой вам удобен? Какой вам удобен? Тихо, тихо. Все мимо. Все отлетело. Понимаю. Какой именно? Да ебни ему уже, Диман. Какой тебе лучше? Какой? Давай удар в верхняя колыбелька. Хочу членам по мочке ушей удар. Не, название удара скажи просто. Или приема. Седьмой, блядь. Седьмой? Седьмой удар. Долго-долго тратим время. Тратим время. Все мимо пока родной. Сука! Тренируемся. Хм! Ты готов? Волк. Ой-ой-ой. Ну, это неплохо. Нормально? Это неплохо. Пока мимо, родной. Сука. Меня очень смешат все вот эти видосы про бесконтактный бой. Поэтому я держалась. Следующий. Да. Остальное... Извините. Вот ты жучара. Уходи, уходи подальше. Видишь, он дурак какой-то. Уходи подальше. Он дурной. Это Леха-зверь из комедий-класса. А-а-а! Ты за хуй, Леха! Нахуй ты за хуй! Ты за шею! Перехвати за шею! Христос! Да-а-а-а! Христос! Христос! Да-а-а! Аплодисменты, я считаю. Ебать! Христос! Христос! Да-а-а! Да-а-а! Лёх, ложись, ложись! Лёх, ложись, ложись! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Я этому начал подыгрывать. Мне это самому очень понравилось. Тихо, тихо, Лёшенька, тихо. Балбоёбы, блядь! Блядь, сука, на вас! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Может, не надо? Такая конкретная ситуация? Пиздец, блядь! Нахуй вы провоцируете? Да он лох! Нельзя драться! Да он лох! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Нет, да пусть он уже добьёт его. Всё, мы его не остановим. Пойдём, он тебя больше не тронет. Мне нельзя драться! Лёх, ты бы предупредил, тот же. Нельзя драться, давай. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ой, Олесь, ты чего? Ладно, хуйня. Блин, это вообще, это мой криптонит. Ну как это вообще? Я обожаю Лёху Шельнова. И очень маленькие, микроточные, тонкие атаки. Олесь, ты чего? Я ломала стекло! Ты ломала стекло? Блядь, это свинчок, вот смотрите, пришёл с подушкой-пердушкой. Ты в курсе, что вот это всё время пердит просто реально? Не всё время, а три раза, и все в тебя. Я вообще искал нормальное устройство для пердежа. И я нашёл только вот неудобную штучку. И я сколько ни пытался, это было так, наверное, тупо, это выглядело, что я такой, как там кого-то... Она просто... Типа чего, блядь, вообще не слышно нихуя. И только сатир, там, спустя часа три мы сидели рядом, я такой... Он такой... Типа, блядь, ещё раз пять, вот так, и мне пиздать. Это был эксклюзив, братан. Я должна что делать? Олеся! Давай попробуй какие-то более ласковые, да, ласковые. Можно любовью, какую-то любовь прояви к нему. Любовь. Олеся! Ебать-то охуел! Давай бесконтактное объятие! Она тебя проклянёт сейчас! Обними его бесконтактно! Удар лобкового вождя! Только не трогай его, он возбуждается сильно очень. Удар лобкового вождя! Я вот так вот расстегну. Он в шапке, потому что может кончить, как дельфин. Сколько тебе лет? Ему нельзя говорить. На вид 18 же есть. Угу. ВИЗГ ТОРОМ Давно этого не было. Блин, вот здесь я напряглась жёстко. Кажется, это я. Да? Нет! Да, блядь, это со своим пердежом! СМЕХ А ты улыбался? Ты чувствовал этот импульс? Ну, как будто что-то было такое, да? Было-было. Было-было-было-было! СМЕХ 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 Смотрим? Мне просто ноги замёрзли. Смотрим на экран. Ай, блядь! Братишка. Ах, говно, блядь! Он просто, блядь, весь выпуск пердел. Он такой, Диман, Диман. И пердел. Пердёж. Это законы юмора. Это основа всех основ. Я бы простил за такое. Ну, не было такого, что прям... Ну, вот. Вот улыбка. Ну, у меня ямочка, блядь! Они все без ямочки, конечно. Им легче. Ну, без Димы тут... Без Димы никак и ничто. Ну, по-честному. Стоп, Дима. Ты бился как волк, брат. Ты, опять-таки, бился как журавлев. Это вторая. Блин! Это твоя четвёртая. СМЕХ 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 Что она сработала. Я считаю, это несправедливо. Давайте я уйду, а Дима оставился. Ну, вообще, на самом деле, там была минимальная улыбка. Я согласна, что это может быть? Я готов уйти и оставить Диму здесь. Да не оставь. Не знаю, это миллиметровая улыбочка. Игра будет веселее. Нет, такого не было. Почему ты решил уйти, Саш? Нет. Но я считаю, что Дима достоин дальше идти. А ты нет? Нет. Возможно, Дима достойней сейчас, на данный момент выглядит, чем я. Почему? Поэтому... Я сотру татухи. Нет. Но если... Блин, как? Как я была? Но мне хочется, чтобы он просто выиграл сегодня. Ну, как вы расцениваете это предложение? Какое? Заменить человека? Заменить Сашу? Ну, вот Саша хочет взять самоотвод. Не то, что самоотвод. Я хочу оставить Диму. Потому что Дима очень достойно сражается. Он классно вернулся. Для чего ты поднимаешь эту тему? Давай обсудим, подожди. Давайте обсудим, реально. Мы здесь все обсуждаем. Давайте обсудим. Было эффектно. По-мужски. Ты хочешь вообще уйти и оставить? Но я хочу уступить. Типа взять на себя его желтую карточку, оставить его в игре, чтобы он выиграл этот проект. А он просто заебался. Но ты хочешь, чтобы у тебя дали желтая карта? Ну, какие доводы у тебя какие? Очень достойно сражается. Очень классно вернулся. И очень достойно сражается. И как будто бы у нее все шансы выиграть. У него. С ним очень интересно. Ну, Димка смешной, я согласен. Ну, это по-пацански. Это реально по-пацански. Либо у него сильно жопа вспахтела уже. Он много сделал уже. Он сделал явно больше, чем я здесь. И поэтому если я пойду дальше, а он нет, это будет как будто несправедливо. Это очень крутой поступок, Саш, на самом деле. Нет, это справедливо. Просто справедливо. Вообще не... Блин. Мы же здесь собрались не для того, чтобы потом говорили, что Сашка святой. Мы здесь собрались для того, чтобы кто-то один из вас выиграл. Вы каждый сейчас боретесь за деньги. Там большие деньги. Три миллиона. С другой стороны, у Сани дохуять. Угу. Он там, блядь, не из верхней колыбелки. Это выживание мне не нравилось тем, что я просто уже молчу. И как-то уже такой, ну, не так ярко могу дать зрителю то, что может дать Дима. По мне, в финал должен быть Сатир, Шельнов и Журавлев. Я буду болеть за Димку, но если выиграет кто-то из них троих, я порадуюсь за каждого. Поднимаем руку, кто за то, чтобы Птаха ушел, а остался Дима? Я за то, чтобы было как ты хочешь. Четыре человека. Александр Пташенчук. Так, Дмитрий Журавлев, карточка отменяется. Когда это закончится? Соответственно, красная тоже отменяется. Я не знаю, почему он сделал такой реверанс мне, но я очень благодарен ему. Спасибо, Саня, вообще. Александр Пташенчук, вторая желтая карточка. Это твое желание. Ты сам покидаешь проект, оставляя здесь 300 тысяч в день. И свое место Диме Журавлеву. Такого еще не было. Пташенчук, наверное, это благородно. А может быть, это просто какой-то дурной поступок. А может быть, просто... Это благородно. Люди рассудят в комментариях. Ребята. А может быть, у него просто есть принцип какать только дома. Рад был с вами поиграть. С вами было приятно здесь находиться. Саня. Александр Пташенчук. Я в тебя верю, брат. Нет, нет, нет. Ты должен сделать все, чтобы выиграть. Хочу, чтобы они остались втроем. И хочу, чтобы победил Дима. Потому что, опять же, если выиграет Дима, то, возможно, какие-то бабки мне отъедут. Какие-то бабки ко мне прилипнут. Возможно, свои я отобью. Если я вдруг по какой-то случайности выиграю, то мы пилим приз. Все, это благородно тоже. Давайте, ребят, спасибо. Я вообще счастлив, что я продержался до этого момента. Потому что я, по идее, должен был вылететь первым. Азамат знает меня, и я вообще рад здесь быть с вами. И рад провести столько времени. Как я вам говорил, у нас шоу такое, где правила меняются на ходу. И от этого оно становится все интереснее и интереснее. И Сашка сегодня сделал наш шоу интереснее. Давайте мы поаплодируем. Это Саша! Саня! Легенда! Спасибо! Удачи! Ну, а мы идем дальше. Спасибо, Сань. Давай. Димка, рви! И мы счастливы! Это был невероятный эксперимент для меня. Очень сложный эксперимент, непростой. И я благодарю всех создателей этого проекта за все. Это был хороший путь, который, я надеюсь, прошел достойно. Спасибо. Всем сердечки. Спасибо. Красава. Ну, согласитесь, это бред вообще. Вообще, просто бред. Ребята, я прошу вас снова сесть у сцены. СМЕХ 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 Садимся у сцены. Так, это несчастливое место. Я сюда не буду садить. Ждем Лешу. Пока ждем Шального, давайте по очереди грязно его обсуждаем. Начинаем с Нади. Ну, это пидарас какой-то. Спасибо. Дальше. Пожалуйста. Какая-то астрологическая штучка. У него ноги вонят. Спасибо. Но надо неправду говорить. А, неправду? Это мои мои. Здрасте. Здравствуйте. Я ваш лечащий врач. Семен Михайлович Губошлепов. Да будет просто веселье. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас мы будем с тобой проверять простату. Так. Чего, блядь? Сейчас мы с тобой чуть-чуть. Так вот. Девочки, у вас какие-то болячки есть? На писечке, может, что-то выскочило. Сиська не звенит. Там левая, правая. Дребезжание, вибрация, эволюция. Что-то такого нет. Ничего у вас? Нет, мы с цитиров не спим. У нас все чисто. О, как сейчас было больно. Так. У Натики что-то было, но рассосалось. Так. Сука, палец не лазит. Все уже, все уже. Так. Ну что, Дима? Надуй. Проверяем простату. Опа. Опа. Вот она. Вот она какая. Так. Опачки. Ой, ты шаловливый шарик какой скотчет, а? Ах ты ж, еб твою мать. Опа. Опа. Опачки. Ох ты, какой мультик у меня тут интересный нарисовался. Как они не колятся? Как ему самому не смешноться? Где они взяли эти вообще слова все? Опа. Опачки. Опа. Так. Димочка, теперь к тебе в гости залезем. Я бы не хотел. Смотри. Ручкой. Сам попробуем. Сам. Ручечкой. Рыбка. Опа. И рыбочка ныряет. И пошел ползать по кармашеку кожному. Давай, Димка. Опа. Девочки тоже. Пожалуйста, не подходи ко мне. Пожалуйста, не подходи ко мне. Свой чехол расчехляем. И вот немножечко там по кармашечку монеточки собираем. В пистюшки завалялись. Может быть... Давай-давай-давай, Надюшенька. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Что, Надя, завалялась? Спасибо. Я ничего не завалялась. Так. Дальше. Ох ты, еб твою мать. Это что за носоружье морда, бля? Это что за... это что за гиена-то такая, еб твою мать, блядь? Тебя кефиром кормили, что ли? Господи, блядь, белковый. У него карлик нассал. Так, вот эта баночка анализа твоя. Не похоже, без крови. Девочки, Ваша. Надо попробовать. Сейчас выпьет, девчонки. Дайте понюхать, подумаю. Ваша мочанка. Не, не моя. Я думал, что это как минимум очень неожиданно. Твоя золото мое? Ой, ты моя сладкая, молодец. Ну, я вам скажу секрет, там не моча. Я попила, не мочу. Флюорография. У меня вот, смотри, Дим, вот она есть. Флюорография твоя. Твоя? Э-э, нет. Смотри, твоя флюорография. Похоже. Нет? Девочки, не ваша? Нет. Не ваша? Еб твою мать, все напутал, блин. Так, жалобы есть какие-то, девочки? Послушать могу? Ну, можете послушать. Давай. Ох ты ж. Ой, а знаете... А что за девчонка у нас крекеры ела? А у меня тут что-то вот такое. Ой, ты какая. Ой, какая. Ох ты какая. Ой, а глистов-то, ёпта, полная жопа. Абсолютно никакого воздействия на меня это не поимело, потому что женщины очень часто при мне доставали груди. Олеся! А? Писюлю бреем. Хорошо. Но ножиком. Хорошо. Этим лезвием не доверяй. Ладно. Надя! Надя! А чего ты свистульку вытянула? Ну-ка, посмотри на меня. Что это у тебя за свистулечка? Надюля, ну-ка! Ты что, клычочки тосишь? Отойди, отойди. А кто у нас языком гоняет щечки? А кто у нас языком щечки гоняет, а? Ладно. Ух ты ж, ёптвою мать. Я была на грани вообще. Ребята, еще пару вопросов. Так, лосьончик, ложись, иди сюда, зайка. Нет, пожалуйста. Куда? Ой, ложись, давай сюда, ложись. Прям ложится? Лосьеша, иди сюда. Лосьончик, ложись сюда. Ну, у меня лосенок в инстаграме ник, и я знаю, что Леша меня называет. Лосьон. Олесь, ты, ты, ты. Лосьон, лосьон. Иди сюда, лосьончик. Иди сюда. Нет, пожалуйста. Иди, я тебе пуську буду увлажнять. Зайка ты моя. Прыгай сюда. Надюша. А-а-а! Да, сука ты, ёбаная! Ты обещал! Блядь, меня! Блядь! Ты дрила, блядь. У нас была договоренность. Я в начале шоу говорила о том, что у нас существует братство земных знаков. Телец, Козерог и Дева. И наше братство пошло по пизде. Я в ужасе! Ну, Олесь, ну я сейчас как? Блядь, ну нет, это не финал! Это не финал! Ёб твою мать! Но ножиком! СМЕХ Давайте посмотрим. Ну, были на грани многие. СМЕХ Малышка, блин! СМЕХ СМЕХ Еще с этой пробкой! СМЕХ СМЕХ На входе в комнату они стояли, договаривались. Леха говорил, давай до финала не будем атаковать друг друга. Олеся говорит, правда? Леха говорит, да, да, не будем до финала атаковать, хорошо? Он говорит, ты серьезно? Тоже правда не будешь? Он говорит, да, правда, правда. Правда, конечно, конечно. А я стою рядом и говорю, Олесь, он тебя наебет. Что тебя рассмешило, Олесь? Да, блядь, потому что у нас была договоренность, что мы не нападаем друг на друга. Да, вначале мы не нападаем. А я тебе говорил, что он наебет. Вы что гоните? Сейчас у нас осталось четверо, блядь, в кого мне бить? Этот сидит у него ебало забетонированное, блядь. Ты сидишь, сука, объевшись груш, просто не улыбайся. Это вообще крепкое. Ну, Олесь, ну я просто был обезоружен, мне нужна была кровь. Блядь, спасибо. Я подумал, ну это бред, если я как еблан сейчас 10 минут занимался и ноль карточек. Я просто очень сильно заигрался и не заметил, как я начал ее атаковать. Такова роль актерского погружения, что ты иногда не замечаешь, что творишь. Олесечка, это твоя четвертая. Спасибо, это шоу помогло мне понять, какие люди вокруг меня. Каждый делает выводы свои. Сука. Олеся Иванченко, четвертая, желтая карточка, это вторая, красная. Мы прощаемся с тобой. Сиськи забери. Я сиськи грудь заберу, подожди. Где? Ладно, пофиг. Олеся, ты серьезно сейчас тут? Ну, блин! Ты серьезно на меня обиделась? Ну, блин! Ты реально на меня обиделась? Ну, они течут. Нет, скажи честно. СМЕХ Скажи честно. Ты на меня обиделась? Да он манипулирует, что ты не видишь? У нас пять человек, это еще вообще не финал. И мне вот как-то в моменте стало чуть-чуть от этого грустно. А, манипуляция. Женская манипуляция. Не ведитесь, не ведитесь на такое. Леха, не ведись. А что, не слабо тебе, как Саньку? Можно мне желтую? Чтобы у меня одна желтая была, а у нее ноль желтых. Давайте не заниматься хуйней. Нет, все. Нельзя. Подлость друзей, понимаете? Подлость друзей, она не продается, не покупается. Это самое страшное. Да нет, ну я шучу, конечно, он просто делал, типа... Не было такого, что он вышел с атакой на меня, но просто, наверное, мне было тяжелее всего. Но все хорошо. Спасибо, ребят. Фух, блядь. Теперь на мне ищу ответственность. Ну что ж, все, внимание на сцену. Сейчас появится. Ну, короче, Леша, это мой парень, как уже все поняли. И как-то в проброс я говорю, блин, вот если б я туда пришла, я б тебя сразу вынесла. И он такой, да, блин, ну нет. Там такие приколы не работают. Там все-таки комики, я бы держался. С каких-то мощных приколов прям я бы выпал. Блядь, я здесь. Как же это подло от любимого человека. Господи, как мне его жаль. Я рада приветствовать вас на чемпионате мира по тверку. Я знаю, что среди вас есть один мой фанат. Очень преданный фанат, который обожает мой тверк. Какая же ты паскуда, блядь. Мне хотелось реально его вынести, чтобы он понял, что я права. Всегда. СМЕХ СМЕХ Система будет такая. Сейчас будет небольшой мастер-класс. СМЕХ Небольшой мастер-класс. И потом экзамен по тверку. Встаем. Повторяем пока. Экзамен будет жесткий для всех. Позицию занимаем уверенную. Стопы стоят уверенно. Сейчас, подождите, чтобы было видно. Она еще и в моей футболке. Да. Значит, позиция уверенно. Стопы. И сразу, да? Изгиб идет. Таз разжимаем. В тазобедренном суставе изгиб идет. Изгиб идет, Леша! Изгиб. Да не в спине, а в жопе. Изгиб. Как-то так? Да. У вас супер. Ага. Руки на коленях. Фиксация мощная. Еще ниже. Еще, Леша. Еще ниже. Чтобы нюхнуть, братан. Вот тут скула дергается. Ага. И погнали. Область у грудной клетки. Главное здесь, это сексуальная энергия. Меня это всегда смешит. Она всегда говорит, посмотри, как я тверкаю. И я каждый раз доказываю, Катя, это не тверка. Ты просто дрыгаешь грудной клеткой. Леша, смотрим на меня. СМЕХ 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 Ну, вот это, конечно, очень неожиданно, я думаю, было для Лехи. Самый близкий, да, человек, самый родной, пришел. И вот так вот, такую вот свинью подложил. СМЕХ СМЕХ Ну, это шоу-бизнес, понимаешь? СМЕХ Охуеть! Просто охуеть! СМЕХ А ты останешься еще? Будет тверк? Не знаю. Да нет, хватит. Да если второй раз, он тоже заржет второй раз же ж! Посмотрим, внимание! СМЕХ Меня еще веселил твой смех. СМЕХ СМЕХ Я рад, что именно она меня насмешила. Потому что я уверен, ей приятно. И она сейчас смотрит, наверное. И я хочу сказать, Катя, ты, наверное, сейчас переживаешь сильно, потому что я из-за тебя получил желтую карточку. Но не переживай. Это было действительно очень сильно смешно. И я тебе... Блин, нет, это будет слишком ванильно. Все нормально. Первая желтая карточка. Спасибо. Алексей Шальнов. Спасибо. Я кайфанул от смеха в этот момент. Просто выпустил все, что во мне копилось до этого момента. Она выиграла спор. Я оказался неправ, как обычно. И мне это просто раскололо. Да, она еще смеется заразителем. Да, да, пиздец. СМЕХ СМЕХ С Девонкин. Сатир, выйди в реквизиторскую. Там тебе дадут протереть. Может, в это поиграем? В анальную пробку? А какие правила? Как в бутылочку? Как в бутылочку, только в анальную пробку. А ты... Без шуток. Это что дает эта вот штучка? В смысле, что дает? О, ребят, давайте хуй попинаем. Сатир, я тебе буду сейчас давать задания. Ты должен их выполнять, не подавая виду, что у тебя есть ухо. Поэтому просто слушайся меня и делай то, что я тебе буду говорить. Я тебя понял, Азамат. Да. Так. Илья презентует свой образ. Кто он, что он и для чего. Азамат заставил меня всунуть наушник. Чтобы наушник не было видно, сверху мне сделали шапочку лягушонка. И я пошел делать то, что он говорит. Я был марионеткой Азамата. Это принц лягушка, от которого дюймовочка улетела из болота. Это сатир ебнулся. Сатир, говори, кто ты и что ты. А, кстати, я не подумал. Лягушонок ебаный. Я очень грустный, лягушонок. Мне очень грустно, что вы до сих пор в шоу еще не проебали. И... Я хочу деньги. Говори слова только на букву П. Представляете? Прикольно придумано. Потусили, поздерживали приколы. Приятно прошвырнуться по проспекту. Петарду... Он ебнулся. ...присобачить. Это когда уже сделал все пародии в мире. Это вот этот кризис. Алло, Илюха, ты взрослый мужик. Что вообще происходит? Живем дальше, как жили. Мне кажется, мы не сможем дальше, как жили. Сделай вид, что ты вернулся. Что ты просто сатира. Откровенная ебатажа была. Леся была душой. Шапку не снимай. Это смешно было тебе? Вот это вот? Нет? Нет. Резко начни играть очень сильно пьяного человека. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПЕСНЯ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ебару... Шо ты наклюкался, ебаный ты валеная, блядь? А шо за королева нахуй тут? А шо за мамосита, ебару? А шо за девочка без письки во рту? Это было неловко. Вот когда подключился Шальнов, мне стало сложновато. Шо за... шо за... шо за ляля, нахуй? Санечек, иди-ка сюда! Шо за ляля? Это шо за дегустатор пениса? А это... Слышь, нахуй! Это моя пищуня! А это шо за клюква? Я ходил! Это шо за еб твою задовую стриску? Тихо, тихо, тихо! Сатир, говори как ведьма из детской сказки. Это шо за магазин? Это шо за магазин перепихты? Ты... Перепихты? Превратил меня в лягушку! Блин, ну это... Это было... Быдла! Я вижу, что ты быдла, ебаная! Чуть не дрогнул, когда он прыгнул на меня. Когда он как лягушка просто напрыгнул на меня. Начинаю резко ностальгировать о 90-х. Блин, вот клево же было, когда жвачка турбо, помните вот эта тема? А в подъезде бах, и шприц лежит! Ты идешь себе такой! Резко начни удивляться, что у тебя есть руки, как будто впервые их видишь. Ебать! Руки! Вы это видите? Диман, не, я серьезно, ты это видишь? Это зачем? Что с этим делать? Значит, не резко передразнивать всех. Знаете, как кудахтает курочка? 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 Знаете, как кудахтает? Знаете, как кудахтает? Знаете, как кудахтает? ЗАВТРА ЖЕ ВСТАНЕТ ЗАВТРА ЖЕ ВСТАНЕТ СТЫДНО БУДЕТ Резко попроси прощения. Извините, эта хуйня какая-то была. Я сам не понял, что случилось. Это точно кайфовый поворот для шоу. Такого еще не было, насколько я знаю. Начинай сильно хвалить Надю. Надюш, честно тебе сказать, без вообще прикрас, без попытки подлезать, ты охуительная. Спасибо большое. Ты красивая, ты смешная, ты талантливая. Ты обаятельная очень. Спасибо. Она шлешечка. Если... Шлешечка, 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 шлешечка. У тебя обалденный пердак. О, это вообще неправда, это вообще неправда. А у меня такой вкусной пердакей, клянусь. Вот мне нравятся вот такие вот пердаки. Она генератор тестостерона. Мне нравится, когда пердак, он как, знаешь, как теннисный корт. Когда он меня начал хвалить, у меня реакция, естественно, ну, как нормального человека, что, типа, да спасибо. И я чуть не улыбнулась, просто потому что, опять же, из вежливости. Продолжай это делать голосом Микки Маусом. Спасибо. Ты тоже такой, да? А еще у тебя здоровский пиццкий. Ты сасный. А еще? А еще? Я бы в целом с тобой замучил. Может быть, мы можем вместе отдохнуть в Диснейленде? Может быть, мы... Может быть... Может быть... Может быть... Это же улыбка у него. А, в смысле? Нет. Нет. Ну, нет! Ну, нет! Ну, это не было у... Сатир сам раскололся от себя же. Но мне показалось, что он отыгрывал, и в отыгрыше сделал улыбку. А я вообще в состоянии эффекта был. Я орал. Ты задание выполнял? Ну, а зама! А-а-а! 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 Давай вскроемся! Давай вскроемся! Ну, давай! Давай вскроемся! Эксперимент был такой. Мы статиру вставили ухо. Он выполнял задание. Когда я узнал, что это история, связанная с микронаушником, для меня сразу все ответы как бы проявились. Но он старался продавливать как мог. Ну, собственно говоря, как и всегда бывает, сам же и раскололся. Но я же не раскололся. Я же работал в образе Микки Мауса. Но мы не можем это объяснить нейросистеме. Нервной системе. Нервной системе. Ни твоей, ни чей. Давайте посмотрим. Это было случайно, но это случилось. Это было не смерть даже. Это было и было. Нихуя себе! Я забыл, какую мимику можно делать, пытаясь насмешить другого человека, тем более по команде в ухо, а какую нельзя. То есть моя улыбка была чисто техническим мимическим моментом, а не неудачной попыткой сдержать смех. Я все еще король сдерживания смеха. Пожалуйста, признайте это. Я понял. Сатир! Твоя первая желтая карточка! Шансы уравнялись у всех! Первая желтая карточка! Сатир! Давай, садовушка! Вот ты меня руку хочешь пожать! Можешь снимать шапочку. А кстати, мне нравится! Илюха, спустя 6 часов ты впервые улыбнулся! Охренеть! Да, это была, конечно, ошибочка. А до этого вы думали, что я просто, ну, долбоеб, да? Не, ну, может, какая-то твоя... Ну, интересный! Мы думали, ты интересный! Передразниваясь всех там была задача. Просто похожа, да, на тебя. Так, я... Я больше не могу. Давайте по очереди говорить фразу что египетская сила. Я начинаю. Давай. Египетская сила. Ну, можно просто своим голосом, да? Да, конечно. Египетская сила! 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 Теперь произносим египетская сила с пердежом в конце. Египетская сила. Египетская сила. Египетская сила. Египетская сила! Египетская сила! Египетская сила! Египетская сила! СМЕХ Я сделал образ, подразумевая атаку на Ивлева. Но так получилось, что Ивлев ушел. Все по пизде пошло. Костичка, это всегда смешно. Я ее когда увидела, я такая... Туда мы больше не смотрим. Добрый вечер, уважаемые знатоки! Я рад приветствовать вас на летней или какая уже осенняя серия игр. Внимание, вопрос! Недавно я летел в самолете и как следует хорошенечко покакал. Внимание, вопрос! Воспроизведите звук, с которым в самолете смывается унитаз. Время! У меня есть ответ. По очереди или единовременно? У вас есть капитан, самопровозглашенный Алексей Шальнов. Хорошо, господин ведущий. Время! Нам надо посовещать. Алексей, кто же будет отвечать? Вы срали? Кто-то вообще срал? Я ни разу в самолете ни разу. Я срал буквально вчера. Жидкого давил? Я неделю назад срал. Вы колоеды? Вот есть такой момент, когда такой юмор, который работает на затянутости. Есть момент, когда кажется, что ну куда уже? А потом, если еще дать чуть-чуть и еще чуть-чуть сверху того еще, вот тогда это начинает работать. Как это связано? Смотрите, мне важно, чтобы принять решение, кто будет отвечать. Мне кажется, там звук как от пульверизатора. А мы можем сейчас попробовать? Итак, ответ. Нет, мы пробовать не будем. Я слушаю ответ. Воспроизведите звук, с которым в самолете смывается унитаз. Господин ведущий отвечает Джибрал Надиева. Вот это то, что я показала. Джибрал Надиева! Внимание, правильный ответ. Не может быть. Дело в том, что я летаю в очень дорогих самолетах. Блядь, с музыкой? Нахуй! Вы очень невнимательно слушайте вопрос. Я же сказал, я летал недавно и какал. То, что показала Надежда Джибраилова, является звуком... Просыпание после комы! Блядь, реально. Звук смыва в самолете? Да как-то вообще не прикол, там реально такой звук. Игра закончена, до новых встреч. Наступаем на пят конце. Па-ти-па-ти-па-ти-па-па-па-па-па-па. Друзья, поиграем в следующую игру. Сейчас мы будем просто по очереди повторять один и тот же звук. Вы все делаете по-разному, главное не повторяться, но категория будет одна. Итак, петух. Начинаем с Димы. Займи, до зарплаты я точно отдам! Леша. Пи-пи-пи-др! Илюха. Пародист. Но он пародия. Действительно не похожа. Привет, одна здесь. Я понимал, как бы я сейчас кайфанул, если бы сейчас заржал во весь голос. Дальше. Радио с помехами. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Сегодня отец купил мне... Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Шоу шапилявых! Слушай, Саша, а ты любишь тушенку? Люблю. А я люблю сгущенку! Пи-пи-пи-пи-пи. А в Москве всего лишь 6 утра, а я уже бодрый, как никогда. Мы ждем звоночки в нашу студию. И даже если я говорю, как вам кажется, неестественно, я все равно профессиональный радиоведущий. Покупайте новые квартиры в ЖК-комплексе от соседей Ищеброды. Очень влитные квартиры, элитный район, рядом озеро, Княжье озеро, Княжье озеро. Публичная оферта 9733-451, мы вас набьем. Спасибо. По-моему, это был уже Рубикон, где уже было тяжело рассмеяться. Давайте по очереди будем рассказывать концовки анекдотов. И он? Он смотрит в замочную скважину и говорит, что кудрявый нос повесил. Что-то про хуй? Что-то про хуй. Или про французы? Давай дальше. Ничего, а Медведь и говорит. Так и я на хуе лез. Все равно читать не умею. Леша? Ну что, Гена, засовывай обратно изюм в булочки. Да это вы с ума сошли. Бабку еще ебать и ебать, а вы ее выкинули. Это история из жизни. У меня такая есть. И больше Ирина Мехкова стропон не надевала. Это анекдот такой? Авторский, да? Это концовка анекдота. Это кода. А начало? А начало я не помню. Там кто-то умер. Может быть, кто-то другой помнит начало этого анекдота? А как концовка, напомню. И больше Ирина Мехкова стропон не надевала. Там начало, кажется, заходит немец, русский и француз в бар. Ирина, нихуя не разбираясь в костюмах, пришла на Хэллоуин. И выебала всех. И больше она. И больше она. Стропон не надевала. Не надевала. Я понимала, что у меня это не вызовет физически смеха, но я головой отметила, я такая, это смешно. На контрасте всегда смешно. Я считаю, что Дима, что Дима Журавлев должен нас повеселить. Давайте попросим Диму Журавлеву выйти на сцену и рассказать нам историю своего успеха. Может, я расскажу? Вот у меня есть кулинарная книга Константина Ивлева. Я рецепты могу зачитать там. Ну, давай. Они все видели, она долго лежала на столе? Кулинарная книга Ивлева. Жалко, Костя не дожил до этого. Подходите к сцене, ребят, посмотрим. Чуть бодрее все-таки. Да, надо что-то... Еще мы, вот, веселье, юмор. Класс. Суп кондей. Из бараньих нудей. Для барана варить до готовности в конце кинуть головку лука. Вкуснятина. Я в носок себе вот сюда я положила маленький гвоздик. И я на него давила вот так типа ногой, чтобы не рассмеяться. Такой прием мне рассказали у полицейских. Они так делают, чтобы не колоться. Ну, не в смысле, чтобы не ржать, а чтобы эмоции контролировать. И я такая, блин, сделаю так же. Блин, меня реально так на этот гвоздь надавил. Я, увы, уберу. Значит, суп конды из куска манды. Супец от хуя конец, от пизды ребро выйдет суп добро. Все ингредиенты карамелизировать и есть, запивая бульоны. Ребята, вроде как там были на грани, как я понял, но меня почему-то эти рецепты вообще не зацепили. Так, жареные езки от хуя обрезки. Высушить, подавать, как закуска и уйти под жарки. У меня на первых страницах были самые лайтовые. Там суп из семи залуп, вот все такое. Плов, обхабка дров. Короче, я их оставил напоследок. Я ждал суп из семи залуп. Шесть покрошено, одна так брошена. Я этого ждал, но без классики никуда. Классика, анал. Еще есть. Бердочки от хуев мордочки. Шампиньоны. Я не знаю, я думаю, что он засмеялся. Блин, я что ли тоже засмеялась? Блядь. Дима, подожди, мне кажется, это я. Еб твою мать, как это сложно. Шампиньоны обжарить, замаскировать под хуйки. Я бы сегодня. Ой, у меня, сука, аж вены вылезли. Валя, а прикиньте, если бы ты не, блядь, скинулся. Это же просто пиздец. Слушайте, ситуация уникальная, реально. Потому что на повторе не видно его смеха. Потому что я не смеялся. Нет звука. Надя заулыбалась после... Я заулыбалась после, потому что он поржал. Он сделал так. СМЕХ 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 Ну там звук больше был. Там просто смешное слово попалось. И из-за того, что времени было мало готовиться, я просто не освежил в памяти этот рецепт. А там суперфольклорно, скабрезно рецепты описаны. Все про сиськи-письки. Смешок был. Заулыбался он уже на сигнал. Ой. Бля, я что-ли... А теперь смотрите. СМЕХ СМЕХ Блядь, ужасно. Можно сколько угодно писать шутки, формулировать репризы, но когда матеряться в рифме, это верх вообще, это юмористический апогей. Надя, по всем тайм-кодам ты была раньше, даже раньше его смешка. Да, виновата. Виновата. Это вторая желтая карточка. И первая твоя красная. Ты билась просто неимоверно, честно говоря, молодец. И очень... На нордочке, отхуев мордочки меня сломали. Это тебе. Готовь все домой. Спасибо. Эти аплодисменты Нади. Ребята, ребята. Я вообще не жалею, что я вылетела на этом приколе. Потому что оно того стоило. Это гениально. Сейчас, что там было? Суп танды из куска манды. Ну, я не железная, но я же тоже человек. Наконец-то остался я и два здоровых, красивых мужика. Идем дальше. Круто. Парни, давайте сядем у сцены. Возьмите стулья. Возьмите стулья. Сядем у сцены. Лолита и Цикала. Хорошо. Что белые такие, а? Само появление Димы Орлова с этой женщиной. Я понял, к чему это все катилось. И вот здесь для меня стал самый сильный удар, когда я увидел его шикарную косичку. Мы здесь со Светланой Анатольевной не просто так. Мы пришли, чтобы вас раскрепостить, потому что вы вялые. Вы вялые. Мы раскрепостим вас. Светлана Анатольевна, давай, выбери, кого надо из них. Нравится. Ты мне тоже. Это очень взаимно. Ммм, БДСМщица. Она же Лолита. Запала мне в душу девочка. Девочка-красавица. Нравится. У тебя лицо похоже на аэродром. Можно я припаркую свой Боинг? А? Нет. Да. Мне нравится. Мент. О, коллеги, получается. Согласен. Что, вот этого выбрала? Очень нравится. В шапке пошел сюда. В шапке сюда. Сюда в шапке встал. Нахуй эту шапку. Без шапки встал. Она будет моей шапкой. У меня была секунда, в которую я правда думал, что она сядет мне на лицо. Я был готов. Я прошел все сексы до конца. Я видел все сексы. Поэтому сейчас будешь повторять оргазм. Чтобы уже научиться наконец-то. давайте. Мой любимый черепаший оргазм. Так? Да. Теперь подойди сюда. Покажи ему в лицо. Ближе. 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 Теперь ты в ответ. Черепаший оргазм. И ты. Молодец. Назад. Вот здесь я думал, что я посыплюсь. То есть мне помогло, что я начал в ответ издавать такой же звук. Теперь мой любимый эмоциональный оргазм. Почти без звука. Следи за лицом. Так, кровь из уха пошла. Запомнил? Угу. Давай. Ты на виброрежиме сейчас был. Угу. Угу. Нравится? Нравится. Следующий оргазм. Доисторический. Как птеродактиль. Угу. Давай. Угу. Мне кажется, ему понравилось. Сюда. Угу. Нагнись. Поближе. Начал. Угу. Повтори. Угу. Ты. Угу. Продолжайте вместе. Угу. Подключайся. Сюда. Угу. Угу. Дордом. Вы, конечно, психи. Музыку! Между нами зашла стена, И это вовсе твоя вина. Между нами сломаны мосты, И это точно твоя вина. Скоро я разрешу вам потанцевать. Между нами зашла стена, И это только твоя вина. Не приходи ко мне. И можно танцевать. Повторяй. Встаем. Я обижена. Повторяй. Я обижена. Повторяй. Никогда не приходи ко мне. Танцуй. Я растержена. Танцуй. Я нахлоплелась. Больше никогда не приходи ко мне. Я вот увидел прям этот какой-то стереотипный типаж, Такого надрывающегося чувака, И меня это немножко начало разъебывать. Но не сильно, конечно. Опять же, сильно разъебать меня невозможно. Не подходи! Тихни! Анна! Анна! Жена! Ух! КРИКИ Прикольная активность, но когда он начал танцевать, Все мысли переключились на физические действия. И тут я уже понял, что я точно не посмеюсь. Потому что мы уже были в физических действиях, и это нам помогло. Я объявляю парные атаки. Леха и Илюха, вы начинаете атаку вдвоем на одного. У вас две минуты. Поехали. Ой, ты какая сосиска моя, пиписька! Слушай, ты редисочку прочешаешь? Расскажи мне лучше, как ты свой день начинаешь? Зачем я на это согласил? Слушай, что? Я очень... Я фанат Дмитрия... Я фанат Дмитрия... Я фанат Дмитрия... Я фанат Дмитрия... У меня т漂亮. Какого дмитрия... Дима, я очень люблю... Реально, тебе не одно тял releases. КРИКИ Я хочу огромный чек за казиноки! Я видел, как у Димы тряслись щечки, Я просто помню, что я какую-то чушь нес ему, глядя в глаза. Две минуты прошло, на этот стул садится сатир. Шальнов и Журавлев атакуют вместе. Время пошло. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Когда ты был маленький, я приехал в Новосибирск и аккуратно сделал тебе прическу-горшок. После этого ты ходил в детский сад и смотрел мультики задом наперед. А потом мы всем классом дрочили тебе на дверь. После этого ты приходил домой и чесал собаке щеку. А когда ты чесал собаке щеку, ложился спать, приходил я и аккуратно засовывал тебе в глаза ягоды. Что у вас тут, блядь, происходит? Ну вот это все, это все психодел. Все психодел. Вообще, я не понимал, что происходит. Время вышло. На кресло садится Леха. У тебя кто любимый русский рэпер? Таха. Таха? Блядь, ну у тебя и вкусы. Какая-то птица стала. А еще мне нравится... Это королева. Нет, Арамштайн. Из города королева. Хочешь покажу пародию на тот твой любимый комик? Дима Журавлев. Хочешь покажу пародию на Димку? Это вообще неправда. Это вообще неправда. Дима никогда бы не держал руками голову. А, он бы привязал, да? Блядь. Я в какой-то момент понял, что вот я схожу с ума. Ну типа, это вот картина Босха. Это вот, блядь, какой-то пиздец вокруг творится. Берем просто известную фамилию и переделываем ее. Давай, давай. Какая у тебя фамилия? Например, там... Шабельников. Гарик Квартиросиан. Агата лучше не ешьте. А, Тимур Батрудилда. Бля, я что-то не могу сказать. Батрудилда? Батрудилда. Батрудилда. Чегутаев давайте фамилия. Чегутаев. Продюсер это ушел. Вообще башка не варит. Чепухаев. Андрей, чегутаю. Чегутаю. А, губа. А, губа. Глотаешь. Андрей, чегутаю. Да, да. Андрей, чегутайский массаж. Нормально. А, может быть, еще будет... София Кизару. Нормально? Охуенно. Филипп Киркончил. В колонку. Панина. Это уже надо думать. У нас не было какого-то такого завершающего панча, который бы вызывал смех, поэтому мы просто круто провели время в этот момент. Мы сейчас просто попробуем пофристайлить. Йоу-йоу-йоу, ребятки. Просто пофристайлить. Фристайл будет на определенную тему. Тему задаю я прямо сейчас по всем событиям, которые были в этом сезоне. Дайте нам бит. Представляйся, МС, как тебя зовут? Всем привет, я Спарк. Спарк. Йоу, Спарк. Давай, твое время пошло. Две минуты. Погнали. Погнали. По событиям этого сезона. Погнали. 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 В следующем выходит Илюх Сатир. Йоу. МС Черкаш в здании. Йоу. МС Черкаш. Чуть-чуть пьяненьким. Давай. Погнали. События этого сезона. События сезона. Прошлое место работы Журавлева. Зона. Йоу. Нас здесь было много пацанов. И несколько дев. И с нами был даже Константин Ивлев, шеф. Йоу. Че я тут только и не делал. И сосал палец. И ебал деда. И с курицей был прикольный этюд. И я ей делал тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Рэп-фристайлы, это тоже в большинстве случаев кринж. Играем гляделки на вылет. Ты садишься просто, Илюха, рядом и смотришь. Разговаривайте, как будто вы в километре друг от друга. Диман! Лёха! Как ты? Нормально! За кукурузу идешь? А? За кукурузу идешь? Не, поздно уже. Сумасшедший дом. Какой-то театр абсурда. Меня это вообще не смешило. Я просто смотрел, думал, что происходит. Теперь соревнуйтесь в свисте. Не отвлекаясь. Пара лошадей. Глаза в глаза, соревнуйтесь в свисте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В громком свисте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Теперь просто разговаривайте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все бы ничего, но когда вышли китайцы и сели рядом с нами, и я начал вслушиваться в то, что они говорят, это было очень смешно. Это было истерически смешно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я вот сейчас вспоминаю это, и мне плохо. Это ужасно больно от юмора. И ужасно тяжело. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Пшикалака! 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 Переводчиков мы отпускаем. Если еще раз поймаю, я им очко высосу. Это я точно тебе клянусь. Скорее всего. Да я бы тебе сам очко высосал, будь моей волей. Так а нахуя мы тут сидим, блядь, вообще? Здоровые мужики не можем очко друг другу пососать. Я в тот момент просто чуть не умер от бреда того, что происходит. Леша Шальнов, максимально грязно пересказываешь сказку Колобок. Там вышел Колобок, и он своим огромным членом, который печеный член из духовки прорубил такое, сука, окошко из избы, что он просто взял и выкатил свои яички круглые. И скатал их так, что он превратился в одно большое яичко. И бабка в этот момент долбилась с дедом в окне. Он ее жестко наказывал, пока она достала свою вставную челюсть, и он ей полоскал горло мирамистином, который выдавливал свой пенис. ПЕСНЯ А сам дед? А дед что? Деду все. Деду все можно. А ему нет. ПЕСНЯ Леша, громче. ПЕСНЯ А ему нет. И вот, Колобок катится по лесу. Катится по лесу. Член ему объеловые шишки втыкается. Больно. Он весь изливается кровью и встречает лесу. И леса говорит ему... ПЕСНЯ 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 И леса говорит ему, слушай, Колобок, а давай-ка ко мне. Он говорит, нет. И она берет его и в рот засовывает по самой гланды лисичьей. Это, блядь, конец был. ПЕСНЯ А потом у нее из жопы лисичий хвостик. У нее из жопы лисичий хвостик торчит. А Колобок берет и залезает ей в самый кадык. И начинает лозить по щечкам. Туда-сюда. 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 А леса в этот момент... ПЕСНЯ А Колобок говорит, давай. Давай, ешь меня, сучка, ешь меня. Давай, давай, поешь мои булочки. И леса в этот момент так заглотнула, что Колобок до самого ануса прокатился по американским горкам. И выскочил из ее маленького отверстия. И улетел нахуй луноходом два на Луну, блядь. Где он ебался с марсианами. Блядь, вообще, чуть не сошел с ума. ПЕСНЯ А после этого, когда он сделал много детей на Луне, Колобок спустился вниз и пришел к Арику Харламову и сказал, какого щера ты играешь в меня, моржовый щерк. И начал его лизать. Он лизал его щеки, его кадык. Он лизал пять его подбородков. Он зализывал его в поры, он купался в его жировой прокладке. Он его уничтожил. И после этого Горилла... Гориллос. Гориллос. И после этого Гарик Мартиросян сказал, я люблю мороженое, а ты, Колобок, вали отсюда. И Колобок уехал, и вернулся к бабке, и вернулся к бабке. Внутри я тоже прям очень сильно напрягся. Сатир, теперь ты выберешь себе пару. Диман. Диман. Леша, отдыхаешь. Спасибо большое, хор. Классная песня. В роли хора Алексей Шальнов теперь. Алексей, постарайтесь, чтобы из двух мест звук доносился. Ого. Ладно. Шесть еще пиццель. Хвалите фильм Карлсон с Мишей Голустяном. Это прям топовое кино. Реально. Это библейская какая-то история. Ты заметил? Обсудить Карлсона было в кайф. Шикарное кино. Ни разу мы, конечно, не солгали. Ребята. Пуськин-пуськин-пуськ. Пуськин-пуськ. Пуськин-пуськ. Леша. Я попробовал все. Ебучий дурдом нахуй. Это уже сумасшествие какое-то. Согласен. Я вот что предлагаю. А что если вам троим договориться и поделить три миллиона? Хм, господа. Да нормально. Ну вот с такими приятными мужчинами мне... Объективно мы уже вряд ли посменились. Уже все. Ну, я настолько был вымыт эмоционально. Я просто устал там сидеть, с вами хочу побыть. Бля, вот тут посиди часок. Нет. Во-первых, хочу сказать, что у нас очень славные пердаки у всех. Достойно. Очень славные пердаки. А ты за пердаками смотрел эти восемь часов, да? Да получилось так, что я кроме пердаков ваших ничего не видел. Угу. Слушай, а нельзя вот сделать, чтобы мы типа три победителя? Просто для... Чтобы я ходил, уебывался, что я победил в вашем. Нет. Нужно одно имя. Одно имя. Либо это Алексей Шальнов, либо это Дмитрий Журавлев, либо это Илюха Сатир. Но давайте просто забетонируем. Рассмешить вас уже не получится. Есть ощущение, что не получится. Да. Вы друг друга не сможете рассмешить вообще никогда. Мы выиграли. Я выиграл насмерть. Как будто мы уже настолько надрочились, не смеяться. Мы перешли грань. Мы здесь уже девять часов. Ёбаный. Девять часов, пацаны. Я в шоке. Охуеть. Мы перешли грань. Вы реально становитесь рекордсменами большого шоу. Но столько никто не продержался еще ни разу. Вы все победители втроем. Но мне нужна одна фамилия. Может вообще просто мало ли вдруг согласитесь. Кто лучше спародирует Оксимирона, тот и выиграл. Вариант? Я как? Я могу сказать, что это... Не, ну мы знаем его пародии. Согласен, не прокатило. Он в лед проебет. Вот это сейчас не плохо. Это как-то сказать, кого зовут Леша, тот победил. Херь же. Да нет, охуенно. Может так сделать? Ну можно. У тебя Леша зовут? Я сейчас, блядь, в паспорте перецарапаю. Давайте, каменцы. Реально, вы вот тут просто... А замарки. В случае... Смотреть. Что вы делаете? Играть на три миллиона в камень, ножницы, бумага? Нет. Ой-ой-ой. Слушай, мне кажется, это прикольно. Таких концовок не было, я бы сделал каменцы. Я за каменцы тоже. И что, вообще, вот совсем по ебанутому до одной победы? Давай. Ну, на моей памяти такого не было, честно. Я не помню такого контента в интернете. Давайте делаем. Делаем? Ну да. Как мне показалось на тот момент, вариант с Цуэфа, он как минимум прикольный. Когда ты разыгрываешь три мульта, три мульта, играя в Цуэфа, по-моему, это достаточно абсурдно. Еще раз озвучу. Еще раз озвучу. Если мы не определим победителя, деньги остаются в фонде большого шоу и переходят в следующий сезон. Вдруг там будут люди, которые нам неприятные. Забавно, если текст забыл сейчас. Я? Нет, я просто прекрасно помню. Я жду реакции. Нет, мне приятнее с вами лучше. Если мы сейчас определяем победителя, вы выбрали форму определения, как определить этого победителя, человек обретает славу и деньги, а двое других едут домой. Его имя навсегда удаляется из интернета. Навсегда? Вот это ты нагнал пафосом отсюда. На всю жизнь? Как мог. Я тоже здесь девять часов, ребят. Это контент. У меня еще совесть не позволяет мне вообще что-то говорить про финал из-за того, что меня столько людей выручало здесь. Приготовьте кулачки. Сосредоточьтесь. Вспомните все эти девять часов. Подождите, подождите. По моей команде. Не порежьтесь об ножницы, когда кто-то их выкинет. Не ударьтесь об камень, если кто-то его выкинет. Не помните бумагу, если кто-то ее выкинет. Подберите собаку, если кто-то ее когда-нибудь выкинет. Ничего. Обнимите ребенка, если его кто-то когда-то выкинет. Посмотрите на диван, может быть, его есть смысл перешить, если его кто-то когда-то выкинет. Пиздец. Похвалите стендап Сергеевича, если когда-то вы его увидите. Полодец. Готовы куеплеты? Есть такой. Я просто максимально оттягиваю этот момент. Хочу, чтобы вы сосредоточились. Ну и потому что вы еще и хуй плеты водичей. Тут объективно. Правильно? Фэкт, как говорится. Объективно. Не поймал моху. Он сейчас на работе. Стрелку лови. Ну что, давайте. Я говорю вам 3-4 и будет команда 1-2-3. Еще раз. Только самое главное. Не задуряйтесь, пожалуйста. Просто совет вам по жизни. Пацаны, не задуряйтесь. Просто не задуряйтесь. СМЕХ Задурился? Сделай шаг назад. Переиграй. Но старайся не задуряться. СМЕХ СМЕХ Ну не задуряйтесь. Не задуряйтесь, говорю. Не задуряйтесь. И он это слово повторяет. И еще слово такое необычное. Спасибо моим мимическим мышцам, что они в этот раз помогли мне не вылететь. Так, хуй плеты. У меня мало времени. Давайте. СМЕХ 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 М-м-м. М-м-м. Ой, почти надавил. СМЕХ Хоть и вы не раз задурялись во время шоу. СМЕХ 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 Я уже как-то немного расслабился, как будто выпал из задачи не смеяться. И вот в этот момент бах! Я же вам говорил. Не задуряйтесь. СМЕХ 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 Я просто молился, чтобы Азамат прекратил. Чтобы он прекратил задуряться. Потому что, ну, задурялся он жестко. СМЕХ СМЕХ Я не пойму, вы что, задуряетесь, что ли? Передо мной прямо сейчас на глазах у меня задуряетесь. Просто берете и задуряетесь. Я же просил вас, не задуряетесь. Ой, мамочки, ребята. СМЕХ Задуренные сидите. Ой, была секундочка. Сам задурился сейчас перед вами. СМЕХ СМЕХ Хух. СМЕХ 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 Ой, что болело, где-то вот тут. Вон, заебал. Задолбило в висках. Просто пиздец. Люто заебал, люто. СМЕХ 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 Архаровцы, я водички попью. Затейник. Блядь, да ну да. Архаровец, ну пожалуйста, давай уже, а. Ой, сука. Мне больно вот здесь, я так передавил, сейчас ебло, чтобы не смеяться. М-м. Ой. Волнительно, ну реально, пацаны, ну вы... Волнительно. Не задуряться. Не задуряться. Лех, у тебя как настроение? Замечательное. Не задурился ты? Нет, я... Замат. Я потрясающе вообще. Такое бодрое, веселое. Дайте пройти, я просто Лариса. Какая нахуй Лариса? Друзей его. И сам поплыл. Давай уже сделаем это. Я вам честно скажу, я никогда это никому не говорил, я сам в 6 лет первый раз задурился. Вы взрослые мужики, я вам советую, не задуряйтесь. Вы видели, как тряслась моя губа? Я видел, как тряслась моя губа. Я вот когда сидел, она у меня вот так вот... Ходила, как штора на ветру. Вот ты заебал. Угу, угу, угу. Помните рыбу-каплю? Сука. Сидеть, блядь. Бум-бум нахуй. Рыба-капля, помните? Что за бедолага? Мы однажды хотели... Мы однажды перепутали, вместо Крутункова взяли с собой на гастроли. А она задурялась? Сука-сука-сука-сука-сука-сука-сука-сука-сука-сука. Задурилась. Поменяли обратно. Сука-сука. Вот дубы на нахуй. Да белая была немного. Азамат, в чем прикол? Ну он додавить нас хочет, и у него есть шанс, мне кажется. Ты что, задурылся? Ты дурын, да? Я не задурился. Ну что, задурылся? Я же сказал, я первый раз задурился в шесть лет. Шесть лет. Шесть лет. Ну дайте пройти обратно, я просто Лариса. У меня кулачок взмок просто. Блядь, эти ебаные хоровяки адекватнее были, чем вот эта хуйня сейчас. Ну, хоровяки были абсолютно не смешными. А он сейчас, вазовец, смешал. Ну, вот они задурялись. Пытались. Вот они пытались, а он сейчас задуряется. Дурковали. Лоботрясничали. Пацаны, даже если... если даже это вас не сломало, то мы пришли к точке невозврата. Решение принято. Мы играем в камень-ножницы-бумага. Безумие. Я снова предупреждаю вас о том, что это ваше решение. Я предостерегаю вас не задуряться. Бля, как у Лехи губа трясется смешно. Это просто ужас. Пиздец. Блядь. Блядь. Всякое было. И задурялись. Зачем я смотрю-то на тебя? Я зачем-то еще смотрел, только потом понял, что можно просто не смотреть на эту губу. Леша. Как дела? Норм. Загаряешься? Нет. У меня чешется кадык. Я сейчас ебнусь, я вам клянусь. У меня аж сопля течет от напряжения. У меня сегодня целый день вообще не контролируется сопля. Просто течет и все. Неконтролируемое соплеизвержение? Угу. А что, давай сделаем это уже. Что? Цуэфашка. Абсолютно. Так я же вас настраиваю. А. Да давайте без него, пацаны. Ну, вон. Все. Так, вы определились. Играем в пасту сопля и курдюк. Ой, камень, ножницы... Камень, ножницы, бумага. Вот если бы ты это все начал делать, вот вместо этих хоровьяков, вообще вот к этому моменту уже бы додавил. Ну, это дорого, пацаны. Это дорого. Дорого. Денис, дорого, да? А, такое было, наверное, уже миллиард раз. Денис, дорого, да. Задурился тоже, дурачок. Ну, бывает, что. Ну, он с бабкой задурился, это жестко. Было дело. Было. Да. Интересно, он ей всунул по словам. Мне кажется, есть вероятность. Вы про Ивлеева? Ну, про бабку. Про бабку Ивлеевой? Да. Я не задурился. Есть возможность, но я не буду сдаяться. Ну, что греха таить. Давайте им делиться. Блядь, сколько у них еще флешек, нахуй. Готовы? Ну, что? У меня ладонь просто, я не знаю, это просто озеро. на счет 3-4. Я говорю, раз. Смотрите, команда будет вот такая. 3-4. Раз, два, три. Вот такой темп. Поехали. Мы играем камень-ножницы-бумага до одной победы на 3 миллиона денег. Победитель становится человек. Его имя, фамилия озвучатся. Он будет победителем и обладателем 3 миллионов денег. 3-4 миллиона денег. Трех, тысяч, тысяч. Три, четыре. Главное здесь, это сексуальная энергия. Леша, смотрим на меня. Раз. Екатерина, моргуноги. Убери нахуй отсюда. Блядь, сука. Два. Я вижу, что ты быдло, ебаная. Три. Это точно не Дима Журавлев? Все. Спасибо, пацаны. Задурился? Нет. Уже нихуя. Там Леха, по-моему, дурится. Леха, дуришься? Нет, со мной все четко. Ах ты собака, блядь. Дуришься? Дуришься, дуришься. Я был уверен, что, блядь, ну, пожалуйста, я не должен победить. Я не должен. Ну, я точно не заслужил. Если можно было вот читерски пройти, вот это только вот мое сегодня прохождение. Чисто, да, я с кодами прошел это большое шоу. Блядь, вообще. Поплыв. Пиздай, я буду держаться. И вот ты это пиздец сказал сейчас и схватился за нее. Давай же с тобой задуремся. Что это за размер? Готовы? Три, четыре. Ням-ням-ням. Ха-ха-ха. Сатир сосал у слона. Раз, два, три. Ням-дахуй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю. Я настолько сильно устал, что у меня даже нет сил описывать, насколько это тяжело. Но все случилось, как случилось. Я поздравляю Илюху. Он реально молодец. Я поздравляю Димку Журавлеву. Он тоже огромный молодец. И я поздравляю вообще всех участников. Они тоже огромные молодцы. Я хочу поздравить сейчас во всеуслышание Илья Шабельников. Становится... Илья Шабельников становится победителем очередного сезона Большое шоу и обладателем трех миллионов денег. Я вам говорил? Я вам говорил? Ну ладно, на самом деле, мне, конечно, еще помогла удача в конце с этими камень-ножницы-бумага. Но как будто я был настолько заряжен, что вселенная меня услышала. Мне очень было комфортно и приятно с Димой и Лехой быть в финале. Не было никакого на самом деле вот этого прям соперничества, знаешь, вот прям желания там разорвать. Это было все на какой-то уже единой волне, мне кажется. Мы слились втроем в такого единого комика, который не смеется и который... и который готов ко всему. Это деньги твои. А чемодан тоже можешь забрать? Все твое. Ты заслужил. Я люблю вас! Спасибо! Достаточно. Забирай, но только он изнутри воняет, как и любой чемодан. Обнимайтесь, обсуждайте. Друзья, это был очередной сезон большого шоу. Было ли интересно, спросите меня вы. Я отвечу вам, конечно. Было ли смешно, спросите меня вы. Вы сами видели финал. Это большое шоу, здесь возможно абсолютно все. Меня зовут Азамат Мусоголеев. Смешное вокруг. Главное внимательно посмотреть. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова